Нет, пока задержка. А там настройка, кстати, ничего не надо было больше менять. Нет, ничего. Так, я себя слышу. Вот, мы в эфире. Отлично. Всем привет, с вами Смирнов Скул. Всем привет. Да, меня зовут Катя, если кто-нибудь меня не помнит, не знает. И у нас сегодня стрим со Степаном Алексеевым. Да, привет, привет. Да, мы какое-то время подождём, пока народ подтянется. А пока мы ждём, напишите, пожалуйста, как у нас дела с картинкой, как у нас дела со звуком. Кого из нас слышно? Кого из нас не слышно? Так, пока вроде тишина. Ну, народ подтягивается. А, пишут, картинка плохая. Сейчас я попробую сделать настройки. Так, качество плохое и вытянутое. Тебе нужно пойти в настройках видео в бейсе. Настройки видео. Да, и там поставить повыше битрейт. Стоит 5000. Сколько ставить? Поставь пока 7. Ребята, напишите нам, пожалуйста, в комментариях, стало ли у нас дела лучше. Стала ли у нас лучше картинка. Так, ребята пока пишут, пишут, что картинка лучше не стала. Ну, поставим 10 тысяч. Так же вытянута. А, вытянута, потому что формат холста вертикальный. Может быть, дело в этом? Может быть, что-то ты знает. Саша, не ругайся. Я вижу, ты уже... Да. Так, пишите, пожалуйста, что у нас происходит с картинкой. Все остальные части вытянуты. Странно, у меня все в порядке. У кого лорусы вытянут? Так, ждем, ждем, ждем. Давай попробуем перезапустить трансляцию. Давай попробуем. Остановить трансляцию. Ну как? Ребята, как у нас дела? Вижу, что стало хуже. Вот беда. А, господи. Кажется, все такое ужасное, а нет, так же. Так, окей. Так, как одировщик, ничего вот это менять не надо. Давай сверим настройки. Так, тебе нужно посмотреть, в каком качестве у тебя вывод видео. Ты заходишь во вкладку вывода? Угу. Настройки сейчас я тоже в себя зайду. Так, это кодировщик x264. Угу. Так, давай посмотрим, что у нас с видео. Посмотри, пожалуйста, какое у тебя разрешение видео в той же вкладке. Так, в той же ничего нет. Есть в видео, это 1220 на 1080. Да, видео. А, поставь 1920 на 1080. Угу. Вот. А выходное разрешение 1280 на 720. Так, кажется, надо будет установить и попробовать еще раз. Да? Ну, хотя пишут ребята, что стало получше. Давай перезапустим трансляцию. Так, совсем получше или... Перезапускай трансляцию на всякий случай. Так, ребята, держите в курсе. Пишут, что стало отлично. А, ну хорошо. Слава богу. Что мне говорит Ютубчик? Да, Ютубчик говорит, что можно настроить, что все хорошо. Но немножко... Да нет, вы... Почему? У меня HD качество настраивается на Ютубе, но пишут, что стало вытянуто. Вытянуто? Блин, странно. Скорее всего, у тебя настройки... У тебя настройки видео, скорее всего, нужно выбрать... Ну, нужно выбрать максимальное разрешение, которое только у тебя есть. Это максимальное разрешение. Выходное. Масштабируемое разрешение, поставить 1280 на 720. Так, ага, сейчас подтвердить. Запустился поток? Сейчас начнешь? Запустился поток? Сейчас начнешь? Отлично. Отключать? Потихонечку. Его творчество в моих финнах. Институте современного успеха устроился на работу, поэтому продолжаю. Да, звук идет. Упомендовал меня. Что-то там было. Да-да, как я успел. Два, по-моему, даже три лет. Работать? Может, из-за того, что у гостей интернет плохой. Как у тебя... На пару мегабит будет. Так. Ребята, пишите, пожалуйста, как у нас дела. Вот, я думаю, что тебе нужно опять-таки перезапустить трансляцию. Так, все, написали, что все работает и все хорошо. Я думаю, что, в принципе, мы можем... Да, все хорошо работает, ребят. Спасибо, что вы могли настроить. Да, все пишет, что хорошо. Степа! Я пока начну, короче, что-нибудь рисовать. Что-то, не знаю, может, к концу, чтобы хоть что-нибудь получилось. Да. Начинаешь рисовать. Так. Ну и, собственно, о том, ты начал рисовать. Расскажи, пожалуйста, о том, что ты будешь сегодня рисовать. Чего будешь показывать. Мы с тобой, когда общались до стрима, ты сказал, что покажешь свой процесс изнутри. И сделаешь акцент на каких-то важных, интересных вещах. В общем-то, расскажи сейчас, что ты будешь рисовать и почему выбрал такую тему. Про акцент на важных вещах ничего не было. Не, я постараюсь, конечно, но... Просто не пришло ничего в голову, какой именно, о какой конкретной теме рассказать. Поэтому я решил, что лучше всего, наверное, будет начать процесс. И потом, по ходу процесса, уже объяснять, что да как. Ну, будет лучше, на самом деле, если в процессе будут люди задавать вопросы о том, что я делаю. Что я... ну, разговаривать и рисовать... Это... Немного. Не очень удобно. Вообще, так, по поводу того, что я собираюсь рисовать. Рисовать собираюсь старого персонажа. Если кто-нибудь помнит, у меня были такие персонажи, которые назывались Осквернители. Дефилерс. Сейчас я покажу, которого я буду. Так-так-так-так-так-так. Сейчас я копаюсь, попавка. У тебя это займет дольше времени, и я хотел задать тебе аудиторию вопросы. Так, как у меня была, есть идея для практики. То есть, я просто беру юнита и продвигаю его там по карьерной лестнице. То есть, я буду уже... Сейчас-час начну рисовать продолжение вот этого товарища. Так, не знаю, что там там, что получится. Вроде, примерно я придумал, что будет, но... Смотрим. Так, а, и еще одна вещь. Освещение. Освещение сделаю простое сверху. Ничего особенного, ничего этого особо фантастического. Кстати, сейчас довольно-таки большая проблема для меня рисовать. Не рисовать, а использовать какое-то сложное освещение. Не знаю, почему так получилось. Но... Теперь стало сложно. Так, ребята пишут, что опять глючит видео. Сойди, пожалуйста, в настройки ОБС. Там где вывод. А, что это такое? Ладно, тебя давно ждали. Я думаю, что ребята готовы подождать. Понимаешь, любовь стоит того, чтобы ждать. У меня даже кошка тебя поддерживает. А, это кошка? Так, а, еще раз, что нужно было сделать? Так, заходишь в ОБС, в настройки вывода. Угу. И там интервал ключевых кадров, режим вывода расширенный. Так, у меня в выводе такого нет. У тебя сверху вывод, режим вывода простой. Видишь? Когда ты заходишь во вкладку вывод. Нужно поставить расширенный. Готово? Поставил. Запустил, перезапустил трансляцию. Отлично. Сейчас все, сейчас все должно пойти идеально. Ребята, пишите, пожалуйста, как у нас настройки видео. Так. Ты рассказывал до того, как у нас прервалась трансляция. Ты рассказывал о том, что, так, трансляция, все хорошо. Я думаю, что, наверное, да, полет нормальный, все хорошо, все работает. У нас пришли ребята и пишут, что, вот, в общем, такая ситуация, что трансляция там сначала очень сильно прервалась. Вот, поэтому я попрошу тебя, наверное, повторить ответы на вопрос, на том, собственно, как начинствует ваш эскипуть. С самого начала? Да что ж такое? Господи, опять глючит, да что такое? Что за лаги опять? Так нет же, ребят, все нормально работает. Обновите страницу на ютубе, потому что у меня все работает хорошо. Горит у меня душа. Как у меня горит душа, ребят, вы бы знали. Так, вроде все в порядке, да, все хорошо. Все хорошо. Так, до того, как у нас прервалась трансляция, ты сказал, что сейчас испытываешь небольшие затруднения там с объемом, с тенями. Не, 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 именно с освещением. С освещением, да. Да, придумать хорошее освещение и сделать его, вот вот с этим начались проблемы. И, кстати, вот тут сразу же по ходу пришел вопрос на эту тему. Метод работы с мягкими тенями твой. Как ты подбираешь цвета, с какими инструментами и какие режимы наложения ты используешь? Конечно же, как всегда, вопрос в секрете скелухи. Нет никаких режимов наложения. Режимы наложения я обычно использую, если нужно исправить какой-то очень большой кусок. Например, он получился слишком темным или там цвет подправить. Мягкие тени я добиваюсь просто используя вот такой прием. То есть и так повторяю до тех пор, пока не получится нужный результат. Вот и все. Просто кисть с мягкими краями, она, ну края не четкие, поэтому с этим довольно удобно работать. О, господи, ты открыл ящик Пандоры. Ну, конечно же, следующий вопрос. Какие кисти ты используешь, господи? Я использую кисти, которые я сам сделал. Ну, по-моему, я скачал кисти Сергея Колесова и по примеру того, что он делал, уже настраивал свои собственные. Нашел отпечаток, по-моему, это была тушь. Да, по-моему, нашел отпечаток туши, вырезал ее. И в настройках просто добавил динамику формы и передачу. Колебания прозрачности. Я не знаю, там для чего. Ну, чтоб как-то она мягко, короче, работала. Так, вроде все же ответил. Да, я просто думал, что ты сейчас будешь что-то показывать, поскольку в видео небольшая задержка. Здесь ребята пишут в комментариях, что они смотрят на твое рабочее поле, а у тебя вообще нет панели инструмента. А, я просто перенес просто все с экрана. То есть здесь только холст. Сейчас я вам покажу. Вот холст. Вот вся панель. Вот она. Я ее перенес на второй экран, чтобы ничего лишнего не было. Я решу, что так будет, наверное, получше. А здесь только цвета. Так, куда слои делись? Где-то должны быть слои. А, ну вот. Ну и все. В принципе, мне больше ничего не надо. Я время от времени переворачиваю холст. Но это редко бывает, поэтому я ничего лишнего, короче, больше не держу. Так что, ребята, никакого рисования вслепую. Весь интерфейс есть, просто вы его не видите. Да, я так сделал только для трансляции. Обычно у меня... Все, ну, все как у людей. И на втором экране есть референция. Вот я здесь их держу у себя. На втором экране. Да. По поводу рефов, люди в комментариях очень радуются, что все-таки ты тоже человек, ты их тоже используешь. Ну, они ускоряют работу. То есть, если бы я без референции рисовал бы, это гораздо дольше бы выходило. Тут как минимум экономия времени, как максимум, ну, там, я некоторые моменты подсматриваю. Все-таки там рефлексы, как работает на металле, например. Или как крепления какие-то там на доспехах и тому подобные вещи. Часто с лицами используя референции. Потому что там есть мелкие такие детали, которые запомнить, не практикуя постоянно рисунки, рисование с натуры. Их просто невозможно запомнить. Ну, ничего такого удивителя на самом деле. Все нормально. И сразу же здесь спрашивают. Поделись секретом, у твоих персонажей такие живые эмоциональные лица. Собственно, как ты к этому пришел? Как ты прокачивал именно навык рисования живых и характерных персонажей? Наверное, просто ставил себе задачу. Да, я ставил себе задачу, что нужно показать живого персонажа. И я смотрел, как эту задачу можно решить. Усматривал, не знаю, там кадры из фильма. Просто наблюдал за людьми. Ну, не из каждого фильма, например, кстати, можно посмотреть действительно настоящую реакцию. Во многих фильмах переигрывают. Поэтому, скорее, просто за людьми себя наблюдать. То это можно, в принципе, проследить. Как-то вычленить какие-то элементы, которые делают ту или иную эмоцию. И работать по этому. И какие твои любимые фильмы? Ох. Да их до черта. Сейчас на скидку могу вспомнить семь. Это, блин, забыл режиссера. С этим, с Морганом. Брэдом Питтом, который. Форрест Гамп. Время от времени, кстати, пересматриваю. Офигенный фильм. Давно бы их перечислять-то? А, можно так проще сделать. Почти вся фильмография братьев Коэнов. И... Как режиссер был, который с ним снимал? Дэвид Финчер. Вот. А, ну и еще, в последнее время, это Дэни Вильнев. Блин, последний этот Блэйд Раннер. Вообще, еще гений. То есть, можно сказать, что это режиссеры, у которых сильная кинематография. То есть, они большого клона делают именно на передачу... Как сказать-то? В общем, они... Делают большой уклон на художественную часть. Вот этих товарищей, смотри. И в таком случае вопрос. То есть, ты говоришь о том, что вот эти ребята, да и в принципе, хороший кинематограф, он помогает лучше понять, как работает лицо, как работают эмоции и как выгодно показать. Ну да, да. А есть ли у тебя такая тема, как статики? То есть, ты используешь кадры этих фильмов именно как вспомогательный элемент к твоим самостоятельным работам, либо у тебя есть там миллион стадиков, которых не видит почти одна аудитория, и ты видишь только... И видишь только результат. То есть, есть ли у тебя такие статики, которые никто не видит? Или всё под конкретные задачи? Нет, нет. Я, по-моему, почти всё, что я рисую, выкладываю в ВК. А, бывает там, когда я над каким-то рисунком начинаю работать, там целая куча скетчей, целая куча этих всяких вариантов отсеивается. Но довольно редко, на самом деле, бывает. Один-два варианта, скорее всего, бывает. Обычно я представляю себе чётко то, что я хочу получить, и пытаюсь максимально достоверно, не достоверно, а, как сказать, в точности, короче, перенести на холст. Первая часть вопроса была какая там? Первая часть вопроса была, собственно, в том, используешь же ты скрины фильмов как вспомогательные элементы для своей работы, либо ты их сначала делаешь кучу в копию, а потом только выходишь на какую-то элирацию. Нет, нет, нет. Я несколько кадров рисовал, да, так, но это было больше для... как колористику, что ли, изучить. Вот как цвет кадра, как цвет в кадре работает. То есть я не сколько форму изучал, там, строение лица, и тому подобное, да. А вот именно вот этот элемент. Это спрашивает, ссылка на паблик, у тебя есть паблик? Нет, паблика у меня нету. Страница работает как паблик, там ничего толком нет, кроме работы. Ну, иногда появляются такие вещи, которые мне кажутся интересными. Ребята, в описании стрима есть ссылка на галерею Степана. Обратите внимание, там, конечно, не паблик, а артстейшн, но он тоже очень даже ничего. Так, здесь уже, на самом деле, набежала куча вопросов. И начну, наверное, с того, что ты сейчас рисуешь в фотошопе, хорошо знаком на всем софте. Пробовал ли ты когда-нибудь другие программы, например, Coral Painter, там, Критури, что-то такое, и как тебе зашло, не зашло, либо у тебя вообще не было такого опыта? Я, по-моему, их пробовал, вот как раз, когда только начинал рисовать, в 2009-2010 году, и тогда они были гораздо хуже, чем фотошоп, поэтому я сейчас не могу сказать, что у меня был действительно хороший опыт с этими программами, я от них практически сразу отказался. Все время работал уже в фотошопе. Никогда не было желания попробовать заново, они же все-таки изменили, ну, какой-то, какой-то функционал-то им накрутили, возможно, и удобство накрутили. Пока нет, пока такого желания не было. У меня почти всем, всем задачам, которые я себе ставлю, вполне отвечает фотошоп, поэтому… А, ну, я когда-то пытался делать, работать с браша, это немного другое, но… Не помню, даже не помню, что меня остановило, по-моему, лень. Я попробовал, посмотрел, поизучал, сделал одну какую-то скульптурку, небольшое, ну, лицо вылепил и, по-моему, даже не сохранил, удалил уже в какой-то момент или через какое-то время. Поэтому нет особого опыта с другими программами у не было. Ну, и, кстати, сразу же вопрос. Ты сказал про этот браш, что там полепил, у тебя не особо это дело дальше пошло. А как насчет фото баша? Ты используешь фото баш в своих работах либо коммерческих, или ты считаешь, что нужно все отрисовывать ручками, никакого читерства? У меня просто не было таких задач, чтобы можно было бы использовать фото баш. Вообще его не использую. Я работаю над иллюстрациями. Ну, и да, и над иллюстрациями я считаю, что нужно работать именно вот. Больше и больше руками. Начал-то я еще, когда фото баш толком не было. И вообще это считалось вообще зашкваром. Это уж потом, короче, появилось, когда люди начали понимать, что такое индустрия, и что есть отдельное направление там иллюстрации, концепт-арты. В концепт-арте, да, это вполне нормально использовать, но у меня таких заданий не было. Поэтому я рисую и так. То есть у тебя нету каких-то особых фишек, которые позволили бы тебя сильно насчетерить, там, ускорить работу, все ручками, все честно. Никакого фото баш, никакого 3D. Нет, никакого фото баш, никакого 3D. Это, кстати, не совсем правильный подход. Я, по крайней мере, сейчас к такому вылубе пришел. Чтобы сэкономить время, хотя бы даже на начальном этапе там набора, не знаю, композиций, набора цветов, вполне, наверное, можно было бы использовать. Но я пока такую практику не применял. Так. Окей. Здесь, на самом деле, куча вопросов, которых я пока не знаю, как систематизировать. Вот. Но, наверное, пойду по порядку. Потому что по блокам их разбить, наверное, не удастся. Насколько мы сейчас спойлерим, у тебя ведь два монитора, правда? Угу. Вот. И как ты курсор с помощью пера планшета переносишь на второй экран? Если поставить рабочую область планшета на два монитора, то рабочая область, она не сильно пропорциональна планшету. Рисовать так неудобно. У меня мышка есть. Как ты справился? У меня мышка есть. То есть все-таки мышка. Ну как? У меня, она же недалеко под рукой. Если, кстати, в комментариях есть какой-нибудь герой, который настроил Рошар взаимодействие курсору с двумя мониторами, поделись, пожалуйста. Мне кажется, это еще одна большая индустрия. Когда не можешь настроить перо на такую большую рабочую область. У меня настроено на один монитор, в принципе, мне хватает. Я даже не думал, что можно на два. это еще как-то использовать. Ну я не знаю, как на остальных площадках, на моем, например, глючит это все. То есть он очень сильно отличается от твоего движения, от того, что рисуется на мониторе. Вот. По-моему, не работает адекватно Рошар пера на два монитора. По-моему, тоже. Там по ширине же получится какая-то ерунда. Да, да. Так. Дальше спрашивают, ну у тебя такие правдоподобные дизайны. Спрашивают, он говорит, что очень клево это выглядит. И насколько ты упорно продумываешь анатомию под одеждой. То есть особенно под одеждой. Насколько упорно продумываешь анатомию и пропорции. Особенно под одеждой. И на какой стадии, учитывая, что у тебя уже сразу персонаж успеха в какой-то амуниции или это происходит как-то интуитивно. И если это происходит интуитивно, то как ты пришел к такому результату? Как ты это развивал? Вот это видение пропорций. Я когда учился, у меня на парах академического рисунка было несколько уроков скелета. Я тогда узнал эту основу. Узнал, что все на человеке крепится на скелете. И по этому принципу и работаю до сих пор. То есть есть человек, на нем доспехи. Поэтому я всегда представляю, что там есть все-таки какой-то кусок мяса, на котором все крепится и там должно помещаться в этих доспехах. Все зависит от, если это человек, обычный человек, то стараюсь всегда следить за этим. Но не всегда получается усмотреть. Очень много, на самом деле, скрываю вот этим условностям, что на нем доспех. Он может быть большим, даже одежда какая-то, короче. И просто не продумываю там какие-то моменты. Но основные смотрю, чтобы грудная клетка, голова, пропорция между грудной клеткой головой и ногами была. Руки меньше слежу, за руками меньше слежу. Наверное, из-за того, что я это как-то немного на втором плане держу, у меня и получаются низкие люди. Мне уже несколько раз об этом писали. Так, а как нарабатывал? По практике, наверное. Вот как с тех пор, как это понимание пришло, то что есть основа, и на этой основе все лежит. Вот с тех пор на практике-то и развивают. По поводу реализма доспехов, ну я их смотрел, набрал кучу референсов. Какой-то музей, в каком-то там, я уже не помню точно год, он выложил целую кучу фотографий своих каких-то экспонатов. Музей... нет, сейчас не вспомню. Там натырил, то есть и... Вот, с референсов и изучал. Ну тут просто нужно понимать, что там... Руки, ноги, они двигаются. Там, вместе с этими же двигаются доспехи, которые на этих руках-ногах закреплены. Поэтому нужно сделать так, чтобы, скажем, если подымает руки вверх, то это там какой-нибудь шип не упирался в лицо, там, ничего не выколовал. Не мешал, короче, передвижению. Ну или делать фигуру такую, чтобы сразу было понятно, что ему по барабану... Какая-то, блин... неистовая бестия. Ну а так и решаю эту задачу. Хорошо, а как ты решаешь задачу environment-а? А, это, кстати, болезненная вещь. Я недавно попытался начать рисовать себе какой-то environment, но у меня ничего не получилось. Обычно представляю себе местность, которую должен нарисовать, или, скажем, персонажа. Вот нарисовал персонажа, обычно так начинается с персонажа, и уже потом начинаю помещать его в какое-то пространство. Я мысленно помещаю его в пространство, ставлю, как если бы это было, не знаю, там, 3D-болванка, короче. Ставлю его в этот, блин, ну, в эту местность, и смотрю, как бы на него это там работало. Например, если есть рефлекс с неба, его использую. Ну, правда, не очень активно. И смотрю, чтобы это, там, как-то композиции не мешало. В общем, так. Ну и у меня, кстати, environment-а, самые-самые законченные, это были зимние пейзажи. А я, блин, зиму вижу 6-7 месяцев в году, поэтому с этим особо проблем нет. А если совсем уж сложно, то я обращаюсь, опять же, к тем же референсам. Обычно, кстати, к этим, к живописцам. Левитан, Саврасов, там, вот эти товарищи. Потому что, ну, мне кажется, они лучше всего использовали цвет именно вот пейзажной живописи. Расскажи об этом чуть подробнее. Ты назвал сейчас имена классиков, которые помогают тебе работать с окружением. Расскажи вообще подробнее о художниках прошлых веков, которые тебя вдохновляют, и на какие аспекты ты обращаешь внимание. Как ты понимаешь, что, ага, вот этот товарищ, он прям вообще классный, пожалуй, возьмёт его в базу? На чём сейчас, наверное, сосредоточен фокус твоего внимания? Блин, прямо сейчас, по-моему, это цвет. Я пытаюсь, да, работать над цветом. Из тех товарищей, ну, наверное, те, кто может скомбинировать хорошо все элементы рисунка и живописи. Это там композиция, цвет, цвет, вот эти вот моменты. Если они скомпонованы хорошо, и это просто выглядит, не знаю, просто эстетически хорошо выглядит, тогда я беру себе, да, в референс банк. Тебе придётся напомнить, что там ещё по вопросу было. Ну, вопрос был про то, какие художники прошлых лет тебя вдохновляют, какие классики, и на чём сейчас сфокусировать твоё внимание. Потому что не секрет, что у художников так или иначе есть разные этапы развития. На каждом этапе у нас фокус, например, на тон, на цвет. В общем, какие-то моменты, которые сейчас для нас наиболее актуальны. Вот, что для тебя, ты ответил, что это цвет, но ведь так было не всегда, ведь до этого ты качал какие-то другие аспекты и обращал внимание на каких-то других художников. Вот что ты посоветуешь, на кого смотреть? И как понять, что этот товарищ, он стоит именно внимания, если речь идёт не о классиках, а, допустим, о ребятах из, там, Top of ArtStation? Блин, так просто и не ответить, на кого обращать внимание. Тут всё-таки нужно, наверное, развивать какое-то ощущение, само восприятие, чувство вкуса, что ли. Смотреть, как человек умеет сбалансировать все элементы рисунка в иллюстрации. Вот тут, однозначно, я не знаю даже, как это видеть. А по поводу, кого изучать? Блин, я даже не задумывался, кого изучать. Можно посмотреть Норман Роквелл. Если живопись, то последнее, то, что я смотрел, это были передвижники. Когда начинал, брал, к примеру, с, блин, с Караваджо. У него была интересная работа со светом, мне очень понравилось то, что он, то, что он делал. Я пытался как-то там, ну, когда-то пытался перенять это. Я думаю, если начать изучать, то есть, хотя бы узнать, из чего состоят главные правила живописи рисунки, начать их развивать уже на практике, короче, там уже со временем, ну, по крайней мере, у меня так вышло. Со временем начинаешь понимать, что есть хорошо, а что есть плохо. Вот как-то так. Ну, так или иначе, все эти ребята, о которых ты говоришь, и те, о которых ты не упомянул, но в свое время клал их в базу, они как-то повлияли на формирование твоего собственного стиля. То есть, твоего узнаваемого стиля. На который, глядя, ребята такие, о, да это ж Степан Алексеев, и это точно он. А был ли у тебя вообще когда-нибудь такой момент, когда ты такой, блин, надо нарабатывать свою астеристику? Потому что многие художники, так или иначе, на разных этапах своего творчества с этим сталкиваются, чтобы в работу вложить что-то, что их будет выделять. У тебя был такой этап? У меня он был, наверное, в самом начале. Первые года три-четыре, наверное, я по этому поводу как-то переживал. Потом сконцентрировался именно на обучении. И в процессе понял то, что, чей элемент, ну, скажем, какие-то приемы берешь, используешь их, что-то не нравится отсеиваешь, что остается, ну, оно просто остается. Ну, и так и нарабатывается, вырабатывается. То есть, это сочетание личного вкуса и, не знаю, там, какое-то общее это, общих знаний. Ну, именно по технике. Я, на самом деле, несколько пробовал. Если посмотреть галерею, там есть работы, которые, прям, старательно повторяют живопись. Есть работы, которые больше на комикс похожи. Ну, у меня одна есть такая, прям ярко выраженная. Это где, о, блин, я, по-моему, сейчас найду и покажу. Где фан-арт к фоллауту. Я, короче, пробовал по-разному. Что-то отсеялось, что-то осталось. Ну, и так и выработалось. В общем, в целом, можно сказать, не надо об этом думать. Это со временем придет, там, лет через пять, через шесть, через десять. В конце концов, что-то да выработается. Хорошо. Здесь еще несколько вопросов накапало у нас. И, в принципе, их так, периодически капает. Они все, в основном, про процесс. Я думаю, что это будет небольшой блок о том, как, собственно, создается твоя работа. Вопрос номер раз, он такой общий. В среднем, сколько времени у тебя занимает работа? Там, поиск референсов, отрисовка, поиск, там, композиции, там, скетч. И какой этап у тебя занимает больше всего времени? Так. Что я начинаю? Обычно я начинаю, пытаюсь понять, с какого... Ну, именно сейчас я выбрал самый простой, фронтальный. Фронтальный вид. Ничего не этот... Ничего мудреного. Обычно я ставлю, начинаю ставить фигуру. И продумываю, как он может выразить характер персонажа. То есть, если это агрессивный, добрый и тому подобное. Затем, по-моему, набираю... Тут по-разному бывает, кстати. Я иногда начинаю... Вот примерно на этом же этапе начинаю цвет. Иногда. Это когда я точно знаю, что нужно делать. Точно представила. Я его вписал в холст. Там, вырву этот... Выстроил, короче, композицию. Сразу же начинаю в цвете. Или, либо... Так, я потерял мысль. Ты рассказываешь о том, как ты выстраиваешь композицию. Что ты... Либо ты выстраиваешь персонажа. Либо... Сохраняешь интригу, очевидно. А, либо... Не-не-не. Либо, если вот это все... Вот этот этап не получается. Я начинаю продумывать ту ситуацию, в которой он находится. Он в угрожающей позе. Угрожающей ситуации. Просто, короче, показывает, какой он крутой. Или что-то в этом духе. Придумываю сценку. И мысленно пытаюсь посмотреть. Либо, ну... Уже... Иногда скетчами, да. Иногда мысленно. Пытаюсь представить, с какого ракурса было бы это лучше всего изобразить. И тогда, да. Тогда времени может много занять. В первом случае, когда я указывал, что... Ну, хорошо себе представило это... В среднем 25-30 часов. Если такого представления нет и есть поиск, то... Ну, 35-40. Как... Блин, иногда там вообще до кучи часов доходит. Я... По-моему, над чем-то я работал. Больше 100 с лишним часов. Кажется, над большой батальной сценой. Так. Я же должен был найти комиксовый этот... Это нужно еще, нет? Да, конечно. Это же интересно. Угу. 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 Так, я сделаю проще, короче. Так. Ну, и пока ты ищешь... У нас тут... Да, у нас тут вопрос просто для Смирновского скула. Когда будет аниме-художник? У нас прям буквально недавно был стрим с Сайеми. Ну, и небольшой спойлер. Не знаю, можно ли считать это аниме, но... Следующий гость... Как вы знаете, у нас гости каждый раз... Каждый раз разные, а не два раза в неделю. Следующий гость у нас Хиллштерн. Вот, поэтому я чуть подробнее об этом сейчас скажу в процесс стрима, но в целом... Так. Но в целом некоторые работы ее напоминают аниме-стилистики. Так. Как у тебя дела с поиском? Я все нашел? Так, секунду. Вот, короче, то, что я говорил, работал над стилистикой. Был, можно сказать, в поиске. Вот. У меня была даже, по-моему, небольшая серия таких работ. Нет, серии вряд ли можно назвать. Работы две-три. И вот та работа, на которую я потратил сто с лишним часов. Здесь, кстати, я использовал какую-то довольно дурацкую композицию. Я пытался сделать овал. Овал с таком направлением, чтобы была динамика. И я, короче, где-то, где-то запорол. Не сразу понял, где. По-моему, неправильно тон выбрал. Что-то я... А вот. Ну, а как тебе опыт рисования многофигурок? Будет мнение, что вот эти батальные сцены с кучей-кучей персонажей это одна из самых сложных профессиональных задач для иллюстратора. Ну, охотно в это верю, да. Там, потому что, блин, столько всего надо продумывать. Столько всего нужно учесть. Начинает голова кипеть. Уже где-то начинаешь его пытаться как можно сильнее упростить. И... Да, может получиться завал. Так, вот, кстати, я как раз нахожусь на том этапе, когда я определяю что делать персонаж. Какую-то пузу, короче, выбираю. И, по-моему, я начал повторять то, что у него уже было. Ну... Сейчас поищу что-нибудь другое. Так, тут ребята очень в комментариях интересует вопрос, на каком же планшете ты рисуешь? Во-о-о... Это вообще беда. До последнего времени у меня был вообще старый планшет. Ему лет шесть, наверное, было. Он, в конце концов, пошел, подошел к логическому завершению его использования. Он сломался просто. Я купил... Попытался заказать себе с Амазона нормальный планшет. Ну, как нормальный? Intuos какой-нибудь. Intuos Pro, который сейчас... У меня там с оплаты получилась какая-то беда, короче. Смысла нет объяснять, короче. Я и не смог заплатить. Мне заблокировали этот перевод. Я взял себе временный. Те, которые сейчас называются Ваком Intuos, бывшие Bamboo. За пять, сколько-то там тысяч. Выяснилось, он лучше моего предыдущего и вполне меня пока сейчас устраивает. Это маленький, по-моему, даже А6. Даже не А5. Подождите, это А5. Ну, короче, тут не очень большой формат. Ну, пока нормально, пока нормально, да. Я планирую, в конце концов, конечно, обновить его, но... Пока я рисую на бамбу. Так что, ребята, планшет не главное так же, как и кисти. Вот. А у тебя было опыт общения с экранниками, либо с мобильными какими-то станциями, типа какой-нибудь Studio Pro, там, какой-нибудь айпод, айпад. Да, пробовал. Проволил на синтике, пробовал на... По-моему, на... На айпаде. Это, по-моему, был айпад. Я не могу сейчас точно сказать. На айпаде понравилось скетчить, на синтике понравилось... Понравилось рисовать. Но я особо разницы... Ну, я не очень много им пользоваться, поэтому особо разницы не заметил, и... У меня не было такого желания, чтобы прям приобрести его, посмотреть, как он будет работать там. У меня было желание приобрести вакуум-компания в рабочую станцию. Ну, я там почитал. Вроде бы, какие-то спорные у него отзывы. Блин, стоит, до черта стою. У меня... Пока, короче, не могу себе купить, чтобы просто проверить. Пока. Ну и работаю с обычным планшетом. В общем, такие вот достаточно простые отношения с техникой, ребята. Так. Снова возвращаемся к тому, что сейчас происходит на мониторе. Ну, вернее, к тому, что... К тому, как ты, собственно, устраиваешь процесс работы. Здесь чуть раньше спрашивали, чуть раньше по комментариям спрашивали, что у тебя сейчас во многих работах именно теплые тени. Чем связано это решение? Аааа... Так. Сейчас я пойду подробно. Как ты подбираешь цвет теней? Потому что, ну, заметили, что такую тенденцию, что в последнее время у тебя в люстрациях теплые. Ты подбираешь это какими-то фичами фотошопа, какими-то инструментами? Или это твой исключительно опыт? Зависит... И цвет теней зависит от цвета материала, цвета освещения, вот этого всего? Либо есть какие-то хитрости? Нет. Все зависит от вот этого всего. Я до этого, да, работал постоянно с холодными, просто сейчас пытаюсь... Вот работаю над цветом. Пытаюсь вносить что-то интересное, что-то новое. Вот, собственно, и все. Еще такой вопрос. Достаточно, наверное, деликатный. Не секрет, что многие художники периодически подрабатывают всяким рейтинговым контентом. Был ли у тебя такой опыт? Типа фан-арт, что ли? Ну, фан-арт и арты категории 18+. Был ли у тебя такой опыт? И как ты вообще относишься к такому способу заработка для художников? Ммм... Отношусь нормально, но сам такими не занимаюсь. Ха-ха-ха. У меня и комиссии-то не беру, на самом деле. Отдельные... От отдельных... Как сказать... От частных лист, короче, я заказы не принимаю. Я работаю только со студиями. Последние сколько... Три года, получается, я работал именно со студиями. И вообще мелких заказов не брал. Не, ну блин, чё, если человек зарабатывает, почему нет? Ну, вообще, да, сейчас к тому же, ребят, которые этим зарабатывают, их так сильновато прижали со стороны всяких разных ресурсов, на которые можно было выложить творчество своё. А, вот это... Какая-то странная, кстати, политика... Столько лет было-было, и вдруг отказались. Чё-чё отказались? На ArtStation было странно, когда начали вот это всё, когда из AppStore его удалили. Ты же знаешь эту историю? Нет, не в курсе был. Нет, не в курсе был. Я знаю, что там можно... Ну, нужно ставить тег. Не тег, а там... Галочку, короче, потому что это отдул контент. Да. Что-то что-то удаляли. Нет, не в курсе был. Там не удаляли. Там на ArtStation его... Приложение ArtStation удалили из... Господи, не из AppStore, а из Google Play, потому что, мол, чего это у вас там сексуальный контент? И в примерах там были какие-то вот, ну, совсем такие безобидные статики. Художницы, по-моему, тебе чё её зовут? В общем, сообщество было несколько удивлено такому решению. Хм. Так. Касательно работы со студиями, здесь спрашивают. Вот недавно ты рисовал тут эльфийку в броне. Я так понимаю, что это для артефакта, наверное, работа имеется в виду. Кажется. Эльфийка в броне. Эльфийка в броне. Нет, если там за эльфийкой стоял ещё один чувак в такой же, примерно, броне, то это для себя и отдел. А, ну, в общем, про эльфийку в броне спрашивают, что ты выложил сначала кусок, а потом полную иллюстрацию. Вопрос заключается в том, что изначально это была вся композиция, то есть тот кусочек, который ты выложил, либо ты там сделал какую-то часть, и ты такой, блин, я могу композицию сделать интереснее и нарисовал. И бывают у тебя вообще такие моменты? Это как раз, по-моему, такой случай был. Я делал что-то вроде тренировки, придумал персонажа, поставил его в позу, нарисовал, короче, и потом подумал, что, блин, неплохо бы его дальше проделать. И пока это желание не пропало, добил полную иллюстрацию. То есть там, по-моему, не очень большой срок был, как выложил я эту эльфийку и потом уже конечный. Следующий вопрос? Или еще, или что-то еще непонятно? Какая-то странная пауза. Какая-то странная пауза. О, блин, ничего не прорвалось, нет? Что, пропало, что ли? Я отвалилась. А-а-а. Ха-ха-ха. Ну, я привалилась обратно. Так, прием, прием, да, я здесь. Угу. Так, к сожалению, я не слышал, закончил ли ты ответ на вопрос? А я его закончил. Отлично. В общем, это то, что Степа думает по поводу предыдущего вопроса. Вот, никто его не бросил, я снова здесь. Так, возвращаясь немного к началу стрима, ты в начале стрима сказал, что у тебя сейчас есть такое ощущение, что у тебя какие-то проблемы с тем, чтобы выстроить освещение на своих, на персонажа. Как ты с этим борешься? Как ты это лечишь? Хм-хм, рисуй, пока не получится. В принципе, все обучение так и проводил. Вот из-за того, что у меня не было по-настоящему хорошего обучения во время института, да, вот этот академический рисунок. Я, вот как раз с того момента, как решил стать профессионалом, все рисую, учусь и методом проб и ошибок. То есть рисую, рисую, там, в процессе выясняю, что работает, а что нет. И иногда в одни и те же, как это, на одни и те же грабли наступают целыми годами. А как наша систематизация? О, нет, с этим плохо работает. Там, если какая-то систематизация есть, то я, если ее вспомню, то я ее использую. Если нет, то я использую обычный процесс рисования. То есть прямо вот так вот, чтобы посидеть, распланировать, написать все по пунктам. И по этим пунктам идти, нет, такого нет пока. Ну, наверное, стоит попробовать. Хорошо. Так, вопрос такой интересный, спрашивает в комментариях. Ну, поскольку ты уже художник, который достиг какого-то определенного уровня и какого-то определенного опыта, к тебе, наверное, его можно задавать, как человеку прошедшему этот этап. Какие три ошибки ты можешь выделить у начинающего художника? Могу говорить только о собственном опыте. Изначально я пытался закончить каждую свою работу, вот прям довести до конца. Потом понял, что можно остановиться, оставить ее и вернуться к идее потом, не потеряв, короче, к ней интерес. В какой-то момент понял, что линейный изначальный рисунок, он помогает спланировать точнее и опять же сэкономить время. Вместо того, чтобы копаться в пятнах, потому что в пятне, лично для меня, намного тяжелее выяснять, где, какие косяки, короче. Если изначально сделать линейный рисунок, ну там уже можно как-то... То есть ты продумал его, у тебя в голове остался этот образ, где, что, как было. Не ты можешь там, поворачивая в холст, уже вводить какие-то там коррективы. И третий, третий... Блин, черт его знает. Могу только совет дать, наверное. Если вы намерены становиться профессиональным художником... Вот сделали десять работ, вы сравниваете десятую с первой, а не десятую работу с теми, кого вы считаете крутыми художниками. Тогда получаете эмоциональную награду, потому что она наверняка будет отличаться по качеству. Ну вот и все. К вопросу, кстати, про эмоциональные награды. Ну, у многих бывает такой период в творчестве, период жизни, когда ты рисуешь и рисуешь, и потом такой, да черт, я вообще не качаюсь, и никаких результатов, и все плохо. Были ли у тебя такие моменты творческих упадок, творческих упадков, и как ты с ними боролся? Они вообще возникают периодически. Я вот десять лет рисую, и они периодически возникают, как минимум раз в год бывают. Ну, просто преодолевать. Цель поставлена, в принципе, что... Как-то, не знаю, стараешься... А, ну... Можно брать пример тех же мастеров, те, кто точно знает, что они крутые, изучать их работу и смотреть, как они с этим справлялись. Жаль, конечно, процессов нет, но хотя бы глядя на результат, наверное, можно выяснить. Ну, и вообще важно ставить себе точные задачи. То есть, если ты развиваешь себе перспективу, ты развиваешь именно перспективу. Если тон, цвет и так далее. А не так, чтобы я сегодня нарисую крутого персонажа. Что-то он не получился. И там... Я, короче... Начинаешь, короче, себе обичевать. Нет. А скажи, пожалуйста, вот ты сейчас сказал, что в какой-то момент ты пришел к тому, чтобы рисовать не от пятна, а от линии. Вообще, насколько сильно в процессе твоего развития у тебя поменялся твой pipeline? Чего ты откинул? Чего ты добавил? Да, по-моему, только это самое главное было. А, нет. Я перестал красить ЧБ. Раньше я доводил ЧБ до... Прям чуть ли не до конечного результата. И уже потом по нему пытался этими... Как раз с режимами наложениями раскрашивать. Вот от этого отказался. И... Да вроде все. Остальное, наверное, если и менялось, то менялось очень мелко. Поэтому я просто даже не уследил. А что насчет цвета? У тебя сейчас... Ну, у тебя достаточно реалистичные арты, но при этом ты часто берешь такие прям открытые, яркие цвета. А, ну это как раз таки, можно сказать, в режиме поиска. Как они работают между собой. Как они в целом, короче... Какое впечатление производят. Вот я над этим работаю. Я недавно, по-моему, начал чуть упрощать то, что делаю. Самая последняя сложная работа была с одним из вот похожих товарищей. Там, где он в проеме так устоит. В плаще. Я, наверное, даже сейчас его покажу. Если не сильно заметно и не найти его. А, ну вот он. Вот этот товарищ. Ну, здесь я использовал, в принципе, все, что, короче, знал. А дальше... Дальше я уже начал пытаться делать что-то более интересное. Нет. Господи, до чего же хороши твои работы. Прямо все эти оттеночки рассматривают прям удовольствие. Так. У нас, собственно, очень много народу нас сейчас смотрит. Но смотришь аж 239 человек. Это прям ажиотаж. Спасибо, ребята, что вы с нами. Задавайте свои вопросы. А здесь вопросов, на самом деле, очень много. И вопросов несколько по времени. Ну, я думаю, что это можно совместить с вопросом. Здесь спрашивают про твой опыт работы над артефакт. И, собственно, разрешил ли Valve тебе работать в своем стиле. Либо они искали специально ребят такого стиля. И сколько по времени занимала одна твоя задача на вот эту компанию? Так. Задача. Задача вовн там всегда по-разному была. Я одну работу сделал за 4 дня, по-моему. А была какая-то работа, которую я долбил целый месяц. Нет, они... По-моему, там было только одно условие. Чтобы персонажи оставались самими собой. То есть это были узнаваемы. И, в общем-то, все. Но по поводу остальных моментов они особо условий не ставили. Ну, единственное, они довольно тщательно подбирали композицию. То есть там приходилось довольно много этих делать скетчей. Ну, чаще, чем... Больше, чем я привык. Кстати, тоже проблему создавала. Ну, вот так и есть. По-моему, что это... А что за проблема? А что за проблема? Какого толку? Подожди, к чему это было? Я, короче, пытаюсь думать над иллюстрацией и отвечать на вопросы. Поэтому у меня тут же, короче, я ответил. Тут же у меня вылетел из головы. Ага, ладно. Хорошо. Ну, тогда не будем негативить. Тогда вопрос не... Тогда вопросы... Будем задавать более интересные вопросы во времени. Ну, не секрет, что... Не секрет, что когда... Мы начинаем рисовать... Когда мы какое-то время рисуем, процесс у нас как-то идет быстрее. И времени занимает меньше. Стало ли быстрее у тебя? То есть, сколько у тебя примерно времени уходило на работу в начале твоего творческого пути? Про время, кстати, очень много вопросов прямо спрашивают. Не-не, в самом начале творческого пути я рисовал гораздо быстрее. Ну, у меня иллюстрации были поменьше, но занимало где-то 30 часов, наверное, в среднем. Сейчас это... То есть, максимум даже было 30 часов. Одна из самых первых крутых работ, после которой у меня работа в фрилансе появилась, там какой-то охранник в скрепе, что ли, был такой скелет бегущий. Вот на него я потратил 70 часов. И для меня это казалось вообще просто... А сейчас 70 часов, это, ну, в принципе, нормально, да. То есть, часа времени у меня, наоборот, больше-больше времени стало затрачиваться. Правда, это только... Как сказать-то... Это только если я себе не ставлю задачу, например, нарисовать именно так, как я умею, и просто не преследуя какой-то цели что-то лучше сделать. Вот тогда, да, тогда там получается 20-30 часов. Ну, и 20-25. Иногда даже меньше. А в других случаях, да, довольно много. Всегда довольно много. Ты так часто говоришь о том, что ставишь какие-то задачи себе в процессе работы. А как насчет получать удовольствие от процесса или от результата? Есть у тебя такое? Или ты относишься чисто как к работе, просто задача, и она либо выполнена, либо нет? Не-не-не. Само выполнение задачи не приносит удовольствие. То есть, это, блин, ощущение достижения. Если бы у тебя получилось... Это же круто. Чё это чё? Вот, все-все-все удовольствие. Блин, это чуть ли не самое-самое приятное в рисунке, когда получается выразить то, что он себе представлял. Какую-то идею там нарисовать. Ну и потом есть ощущение то, что вот сейчас добился этого, то получается следующую работу ты сможешь сделать лучше. Вот это ощущение греет. Здесь спрашивают ребята, как ты красишь лайн? А, лайн, нет. Он примерно вот на таком вот уровне остается. Потом я добавляю тени, которые точно будут. Вот, например, вот здесь. Их потом использую, например, самый темный этот, самый темно-красный, например. Или там синий, короче. А дальше уже рисую. Вот примерно на таком этапе я уже начинаю рисовать цвете. Ну, до такого этапа, блин, иногда несколько часов уходит. А здесь просто выбор был простой, поэтому... Ну, так получилось. Я, короче, точно представил себе то, что нужно сделать. То есть, возможно, мы даже сегодня увидим, как ты красишь. Возможно. Так, мы сколько сидим? Где-то минут 50, да? Мы сидим всего час. Сейчас. Мы сидим всего час. Думаю, если еще пару часов на схвате, я думаю, к концу... первого... Ну, то есть, следующего часа можно будет перейти к цвету. Или... Хорошо. Или я просто его чуть поменьше сделаю. К черту. Вот, например, вот так. Кстати, вопрос о том, как ты следишь за тем, чтобы целиком картинка выглядела хорошо. Потому что, ну, ты сейчас работаешь на достаточно близком зуме. Ну, работал, по крайней мере, пока. Угу. Не отдалился, там, его не увеличил. А как ты следишь за тем, чтобы у тебя ничего не разваливалось? Постоянно отдаляя, приближая. Не самый хороший способ, кстати. Недавно я подсмотрел у Верехина. Он делает... Открывает, короче, в новом окне. И вот... Начал использовать. Изредка, когда вспоминай об этом, используй. А так просто... Зад-перед, зад-перед. Ну, просто тут еще изначально нужно делать... Общими массами набирать. Кстати, тоже проблема для меня. Я из-за того, что годами делал... Приближал все вот так и пытался там какие-то отдельные элементы прорватывать, да. Иногда забывая, что нужно работать общими массами. Но это нужно делать именно так. И тогда, да, добиваешься того, чтобы все смотрелось. Плюс, в конце, когда уже заканчиваешь, там небольшая цветокоррекция может быть. Если уж совсем большие ошибки есть. Потом иногда подгоняешь. Ну и, да, и последний этап, это... Режимы наложения могут быть. Если, например, от фона нужно немного отделить. Просто накладываешь сверху большим пятном, таким корявым. Не знаю, там... Цвет освещения, короче. Теплый, холодный. И... ну, за-за персонажей и все. К вопросу об освещении. Ну, не секрет, что многие твои работы, они, ну, почти все, они достаточно атмосферные. И именно эта атмосфера, она делает тебя достаточно узнаваемым художником. Собственно, вопрос таков, как добиться атмосферы в арте. Ставишь ли это себе как рабочую задачу? Либо у тебя есть какие-то свои другие способы? Или это получается само собой? Ну, тут одна задача передать настроение... Не настроение, а, как сказать-то... Характер персонажа через всю иллюстрацию получается. Или характер действия, короче, который совершает персонаж. И уже, соответственно, там... Мрачная, яркая, солнечная, ну, солнечная... А, вон, недавно была работа. Или пасмурно. И... Не могу сказать, что я точно знаю, как именно. Но, по-моему, это тон. Вот, чем тоньше проработан тон, тем лучше атмосфера. По-моему, хороший, кстати, хороший пример это Сталин Хак. Симон, по-моему, Саймон. Или Симон Сталин Хак. Хак. Вот он, да, вот он крут. Симон. Саймон. Угу. Ну, у него, по-моему, работа с тоном. Он именно с тоном хорошо работает. И... Получается очень атмосферно. И на твоих работах, на многих, возникают вот эти вот ребятишки... Костяные ребятишки, которые у тебя достаточно часто используемый образ. Ты мог бы о них чуть рассказать поподробнее? Что это за парни? Это, по идее, есть идея для практики. То есть, я придумывал образ и на нем отрабатываю технические элементы. Вот и все. А идея была такая, то что... Вот есть какие-то люди, они подверглись влиянию, там, какие-то негативные демоны, что-то типа такого, злые колдуны. Все больше и больше впадают в какое-то звериное состояние, короче, и начинает обрастать вот эти костяными наростами. Вот и все. А тебе не было никогда желания сделать какой-то свой такой цельный большой проект, который там с прописанным лором, с каким-то разработанным цельным дизайном? Или у тебя пока все сводится к тому, чтобы накачать скиллуху, набить практику, ну, добиться желаемого уровня? Скорее так. Скорее, пока я набиваю. Ну, идеи-то были, конечно, но я сталкивался с тем моментом, что нарисовать-то может я и смогу, так что прикольно будет смотреться. А саму историю написать, ну, не получается. То есть я сталкиваюсь, например, вот те-те-те же товарищи, да, вот эти вот. Я столкнулся с тем, чтобы хорошую идею, хороший бэкграунд к ним придумать, который не был бы повторением предыдущих, короче, у меня не получилось. Я на это дело плюнул, короче, просто, и тебе просто использую как практику. А что касается рабочих проектов? Вот, ребят, в комментариях очень интересует свой опыт работы над артефактом. Собственно, расскажи о том, как тебе над нём работалось, как у тебя, наверное, шёл процесс, шла коммуникация с заказчиком. Ну, что тебе можно рассказать по этому проекту? Так, написали мне, по-моему, года полтора назад, или даже два, точнее не могу сказать. Попросили, ну, там, обычный, в принципе, диалог был, не хотите ли посотрудничать. Подписал бумаги, выставили задание. Ряд условий по поводу формата, какие требования есть, да, ну, персонаж должен быть узнаваемым. И примерную сцену, в котором они хотели бы видеть, что он в бою, или он просто где-то там находится. Делаешь несколько скетчей, обычно это 6-12, наверное, скетчей, 8-12, скорее так. Выбирают композицию, дальше уже прорабатываешь общее, ну, освещение, цвет. Отсылаешь освещение, цвет, тебе выбирают, которое именно нужно. То есть, это гамма, ну, цветовая гамма, вот это вот, вот эти вот мелкие, короче, элементы. Ну, чуть-чуть более мелкие. А потом уже работаешь над этим, над финальным рендером. Финальный рендер может занять, блин, огромное количество времени. А есть ли у тебя какие-то проекты, над которыми тебе бы, вот, хотелось поработать? То есть, может быть, это какие-то фильмы, какие-то книги проиллюстрировать, какие-то игры. И вопрос ещё такой, достаточно спорный. Можно ли тебе показать скетчи, которые ты делал для артефакта, но они дальше не прошли? У-у-у-у. По-моему, я вот, сейчас посмотрю. А, блин, я не знаю, кстати, можно мне это сделать или нет. Я, наверное, перестрахуюсь и не буду показывать. Ха-ха-ха-ха. Тогда поговорим про проекты мечты. Есть ли они вообще? Проект мечта. Проект мечта у меня, блин, анимационно это сделать. Не знаю, мультик. Или даже сериал. Но он... Уже очень давно мечта, и, видимо, так мечтой, наверное, и останется. Чё кто-то знает. А насчёт фильмов, книг... У меня одно время было желание проиллюстрировать Кровавый Меридиан Кормака Маккарти. Но потом выяснилось, что я лошадей не умею рисовать. Вообще. От слова вообще не могу. Э-э-э... Над фильмами... Чёрт тебе знает, на самом деле особо нет желания такого, прям вот, что по острову. А-а-а, хочу-хочу-хочу. Пока как-то так. То есть, чего предложат, то и будешь рисовать. Ну, я имею в виду, в рамках рабочих проектов коммерческих. Ну вот, ну да. А здесь, кстати... В какой-то момент пришло задание, не задание, а, блин, предложение поработать с товарищами, которым вы сделали Passive Exile. Там очень похожая, на самом деле, стилистика, в которой я работаю. И они меня просили сделать дизайн доспехов. И я, блин, скрипя сердце, пришлось мне отказаться от них, потому что я тогда уже работал на Valve. Три или четыре месяца уже работа была. Ну вот, наверное, единственное, вот что, что я сейчас могу вспомнить, над чем хотелось бы поработать и не вышло. Кстати, к вопросу о концепте. У тебя очень крутой дизайн на твоих иллюстрациях, но, тем не менее, как таковых концептов в портфолио у тебя практически нету. Расскажи, пожалуйста, почему в какой-то момент... Почему именно иллюстрация, почему не концепт? Несмотря на то, что у тебя определённый есть опорный дизайн, всё-таки иллюстрация. Почему так? В иллюстрацию можно гораздо больше впихнуть, чем просто в дизайн. Ну или, по крайней мере, у меня так получается. И это мне интересно. Это, можно сказать, целая небольшая тренировка всего того, что ты знаешь. С технической стороны. С, как сказать, сторителлингом. Поэтому это такая комплексная задача, и её интересно решать. Но, несмотря на это, ты совершенно не против поработать над какими-нибудь концептами, к тому же Passive Exile? Нет, конечно. Было бы, наоборот, интересно. Я даже думаю, что они меня научат чуть быстрее работать, потому что там это всё-таки такая... Ближе к конвейерной работе. А на Artifact нет? Нет. На Artifact мне давали достаточно много времени. Там, по-моему, в среднем было 4-3 недели. Скорее 3. 3 недели. Ну да, достаточно много. К вопросу о коммерческих заказах. Здесь, ну, у нас, видимо, сегодня будет на стриме много таких достаточно вопросов на грани. Собственно, вопрос такой. Его обычно не сдают в индустрии? Ну, или как-то на него отмалчиваются. Но как же понять, сколько ты стоишь как специалист? Как понять, сколько тебя просить за свою работу? Ух... Ну... Ой, ёлки-палки, я не могу вспомнить. 800, что ли? Долларов за иллюстрацию. Не вот уже отталкиваясь от этого, я... То есть, если мне предлагали за работу, вот, как над теми вот этими, блин, костильными чуваками и предлагали там 200 баксов, я, конечно, отказывался. Мне кажется, у нас сейчас прозвучал, наверное, какой-то знаковый вопрос, потому что обычно тема оплаты ее как-то так замалчивают, так отмалчиваются. Но спасибо тебе за честный зад. Ну, это было сколько, блин? Пять лет назад. Четыре года или назад. Ну, что-то такое давно, короче. Поэтому, я думаю, ничего страшного. Ну, хорошо. Так, а здесь еще... Я думаю, Аплибот, если посмотрит этот стрим, переживет. Наверное, да. А если не переживет, то у тебя в договоре должно было быть прописано, что нельзя разглашать оплату. Ну, если не было, то можно. Я его не помню. Так, здесь ребята отмечают, что в портфолио у тебя очень много работ в интенсивной тематике. А как насчет sci-fi или каких-то менее превышенных для тебя тем? Тебе никогда не хотелось над ними поработать? Или это тематика... Ну, то есть это выход для тебя из зоны комфорта? Или это тематика, над которой тебе интересно просто поработать и тоже интересно развить? Блин, ну, sci-fi-то я рисую. Редко, конечно, но рисую. Какие-то идеи есть. Ну, на будущем смысле. Наверное, бытовые какие-то моменты. Мне не очень интересно рисовать бытовые моменты. Хотя, если смотреть, скажем, скетчи от Тейгалан, по-моему, так произносится. Вот у него смешение, что-то такое фантастическое и бытовое. Блин, очень круто получается. И даже хочется попробовать. Но пока таких планов нет. Пока я, можно сказать, в своей зоне комфорта, поэтому я доволен. А, ну, и sci-fi, который я рисую. Он такой довольно приземленный. И... Выход, короче, ну, как бы, выход за... В какой-то там супер-хай-тек, короче, такая штука. Ну, мне пока не интересно. Этого товарища, которого ты обозначал, зовут его Атей Гайлайн. Правильно его произносить. Угу. Вот у него очень крутая работа с цветом. Невероятно просто. Ну, да. Вот такое всё у него. Цветом залитое. Тут, наверное, стоит спросить, а почему у тебя же всё... Почему-то у тебя всё такой мрачняк. То есть у тебя всё такое достаточно торжественное, мрачное, похоронное. Даже работа, которая подразумевает какой-то... Ну, не знаю. Вот это уже, наверное, какая-то там черта характера. Где-то... Особенность видения мира, что ли. Или я просто изначально, избегая работы с цветом, или не умея работать с цветом, да, у меня выбирал такую гамму, что она была серая, спокойная, без этих... Без каких-то перекосов, не перекосов, а ярких пятен. Но и так сложилось. Не знаю. У меня, честно говоря, на этот ответ... Эээ, на этот вопрос ответа такого конкретного нету. Однако, несмотря на это, даже те вещи, которые ты... ааа... рисуешь при солнечном свете, они тоже выглядят достаточно мрачно. Хотя они, безусловно, есть даже с учётом той работы, которую ты показывал на стриме чуть раньше. Ну, я долгое время, как сказать, да долгое время учился рисовать именно тоном, и, ну, может, может, можно сыграло свою роль. А здесь? Ну, я думаю, через полгодика мы снова позовем тебя на стримах и посмотрим, как получается. Ну, полгодика, ну, да, возможно, в том момент уже будет результат. Хотя обычно такие, прям, чтобы серьезные результаты были, это полтора-два года, короче, по крайней мере, в последнее время именно так. Понимаешь, любовь и интерес к твоим артам, они стоят того, чтобы ждать. Хорошо, спасибо. Так что мы надеемся, что спустя время мы сможем к тебе снова прийти и посмотреть, как у тебя продвинулась работа с цветом. И что ты сможешь рассказать по поводу своего опыта обучения работать с цветом. Ну, хорошо. Вопрос такой, касательно всяких разных работ. Что насчет коммерческих работ? Можешь ли ты их выкладывать почаще? Или страшные НДА? Ну, вот последние иллюстрации выложил. Выложил тогда, когда разрешили. Я, в принципе, только над ними последние два года и работал. То, что работал до этого, я не хочу выкладывать, потому что там такая фигня получилась. То есть в голове была одна иллюстрация, получалась на выходе совсем другая. Я недоволен, короче, результатом. Ну, его принимали, вроде бы, принимали на протяжении, сколько, двух лет, по-моему, или даже трех лет. Видимо, я считала, что нормально. Ну, годно. Но показывать, короче, я не буду. Много ли у тебя таких коммерческих проектов, которые тебе совсем не хочется показывать и вообще хочется забыть, как страшный сон? Вся работа над Вархамером. Серьезно, у меня там, по-моему, из десяти, из каких-то, блин, я даже не помню, сколько иллюстрации-то сделал. Ну, больше десяти, наверное. Наверное, только одна есть более или менее, которой я, в принципе, доволен. Все остальные, блин, такая херня получилась. Ну, ладно, это тоже опыт. К тому же это Вархаммер. Ну, да. Да, блин, это был вообще офигенный опыт. Как раз тогда-то я и обнаружил, что я с цветом не умею работать. Это большая проблема. Я еще, я только-то сейчас подобрался к ней, чтобы решать прям вплотную. А ребята в комментариях пишут, что работа начали получаться определенной цветостей. Ну, хорошо. Тут, на самом деле, очень много ребят следят за твоим творчеством, которые пишут в комментариях, потому что иногда бывает, что ребята просто заглядывают на стрим, а тут прям поклонники. Так что, мне кажется, это очень здорово. Так, что у нас в комментариях? Вот в комментариях спрашивают, какое первое идеальное место работы для новичка. Вот ты только начинал рисовать CG и, собственно, куды податься. Блин, черт ее знает. А с высоты своего опыта представь, что ты только в начале пути. Че делать будешь? Да не представь даже, а вспомни. Ну, мне повезло поступить куда-то. Я на тот момент и не планировал даже на работу куда-то устраиваться. Честно говоря, блин, наверное, для новичка, прям вот совсем новичка, любая первая работа, наверное, будет опытом. Ну, не прям совсем любая. Там, в какой-нибудь шарашкиной конторе, конечно, это негативный опыт получится, в конце концов. Но если есть более-менее стабильная компания, то и занимается она, там, не знаю, чем, хотя бы казуальной, теми же мобильными играми, это все равно интересно, все равно хороший опыт будет. Как минимум, можно будет научиться сидеть, работать. Вот это очень большая проблема, на самом деле. Если ты работаешь на фрилансе, и сидеть каждый день, как минимум, 4, даже 4 часа, это очень сложно. Я научился этому, именно, имея опыт работы на Souls Games. Так что, тут, наверное, даже, ну, не стоит привередничать, наверное. Там, совсем уж. Ну, как-то так. Окей. Ну, пользователь, который задал этот вопрос, он пишет, что, в принципе, ты вопрос ответил, и спасибо тебе за этот ответ. Дальше вопрос такой. Как у тебя приходит идея и ассоциативный ряд к ней? Ты часто говоришь, что, если что-то не полностью продумано, оно тебе не нравится. Не то, что не нравится, я просто не могу его изобразить так, как не хотелось бы. Остается такой осадок недовольства, что ли, как будто что-то не так, что-то, короче, передано не совсем достоверно, что ли. Не совсем точно, не совсем так, как хотелось бы. А по поводу ассоциативного ряда, да, не знаю. Наверное, в общее впечатление. То есть, представишь себе задачу, какое должно быть вообще впечатление у иллюстрации, и какие-то приемы используешь. Тут та же мрачнота, например. Вот это вот все. Здесь вернемся немного к тому, что происходит на экране. Что можешь сказать по цвету в данной работе? Что планируется, теплое освещение или холодное? Наверное, сделаю теплое. Сделал освещение сверху, поэтому тут вот этот орел весь темный будет. Так просто проще мне будет все это продумывать. Ну, в общем, пока все. Пока я продумываю дизайн. Смотрю, как можно интересно обработать броню. Еще вопрос такой по поводу, собственно, продуманности картинки. Но не секрет, что для того, чтобы хорошо продумать картинку, требуется достаточно много времени провести за как раз исследованием темы. То есть, понятно, что у тебя уже наработана какая-то визуальная библиотека, и, в общем-то, есть уже в голове какая-то база того, как это можно нарисовать. Но, в целом, как много времени занимает у тебя ресерч? Это тоже зависит от всяких факторов. Если тема совсем незнакомая, то да, можно потратить не два-три дня, наверное, только и попытаясь понять, что именно ты, то есть, как именно будешь изображать. Гуглишь смежные темы, потом как придумаешь какой-то дизайн, к дизайну референции ищешь. Ну, это совсем прям крайний случай, когда совсем не знаешь, как бы это изобразить. А в основном действует так, как и говорил. У тебя есть какая-то программа для систематизации референсов, типа PRF какой-нибудь, или у тебя просто папочка, и ты заскладываешь? Нет, просто папочка. Иногда даже открытая вкладка гугла. Все. А, ну, прям совсем крутые вещи, конечно, я складирую. Иногда периодически возвращаясь к ним, посмотреть. А что насчет... Вот хотя бы вот эти доспехи. И вот эта вот картинка. Вот их я сохранил, нашел в этом. Можешь их вытащить туда, где бы я не захватывался? А, вот, все, вижу. Задержка. А если речь не о картинках, у тебя бывают когда-нибудь такие моменты, когда тебе нужно там сходить в музей или на какую-нибудь клевую выставку, для того, чтобы... Мне нужно, чтобы сходить на клевую выставку, мне нужно ехать в другой город. Довольно дорого получается, короче. Ну, я когда был в Питере, был в Москве, я там походил по этим музеям, да, там круто. Несколько фотографий сделал, кое-что оставил в виде референсов. Но у меня хороших фотоаппарата не было, поэтому часть отсеялась. Да, и столько в гугл? Пока да, только гугл. Ну, а если такие, с музеями такие сложности, нет ли у тебя какого-то желания там про релокацию, там может быть куда-то более, может быть, центральные регионы, либо там вообще за рубеж? Никогда не думал там, чтобы переехать? Более, всегда думал, чтобы переехать. Но не так, чтобы очень сильно. В общем-то, все. Переехать поближе к центральной России или за рубеж? К центру России. Пока к центру России. За рубеж, не знаю. У меня с языком-то не очень хорошо. То есть я английский, я могу понимать-понимаю, но разговаривать никак не могу. Там получается BMI, вот это вот все. Ну, это дело наживное. Ну, да. Так, здесь вопрос такой достаточно интересный, опять же, по поводу того, что ты рисуешь. Ну, не секрет, что, опять же, ты достиг определенного уровня, определенную нишу занял в профессиональной сфере. И вопрос в этой связи следующий. А даешь ли ты свои работы каким-то ребятам, ну, друзьям, может быть, каким-то там, лидам на оценку, чтобы понять, что в ней не так, или где у тебя там глазом, или на салим, это полностью самостоятельная работа, без фидбэка? Уже давно вот именно так и проходит. Года три, наверное. Нет, скорее, по-моему, скорее два года. А до этого, да, я отсылал нескольким вздомом. У меня есть хороший, этот хороший друг, художник, Иван Хатенов. Между прочим, попробуйте его позвать. Он, может, наверное, тоже что-то интересное может рассказать. Он не хочет. Не хочет, да? Уже второй стрим этот, Иван Хатенов, упоминает. Вот, очень крутой, да. Нереальный товарищ. Он, кстати, у нас сейчас в жюри Concept Artist RPG, конкурс, который у нас вот-вот закончился. Блин, ничего не произошло. Ну, потому что... Ну, скрытный товарищ. У нас просто конкурс вот этот мы организовывали с компанией Майтона. Ну, и в этой связи, видимо, цвет нации отправили судить все работы, которые нам прислали на конкурс. У него, да, у нас на прошлом стриме был Максат, и он, собственно, сказал, что у Ивана совершенно поразительный подход к фидбэку. У него фидбэк просто на вес золота. Ну, да, да, есть такое. Он подмечает такие вещи, которые сам даже и не думает, что они есть. Бывает такое, да. А в какой момент ты понял, что можно уже с фидбэком не обращаться? Это связано с тем, что ты начал видеть определенную вещь в своих работах, или как-то начал чувствовать себя увереннее, может быть? Нет, у меня в очень долгий период была работа над заказами, поэтому не получалось это отправить. Работал только на мелкие рисунки делал, а для них фидбэка особо это и не хотелось. Ну, и как-то это все отошло на второй план и перестало отправлять. Так, ну, вроде бы... Тебя часто? Вроде бы, наверное, начну сейчас цвет. Ох, ребята, держите, сейчас будет цвет. Так, а какой я говорю? Холодный же, да? Да. Собственно, вопрос в том, если вдруг часто тебе пишут ребята за фидбэком, и даешь ли ты фидбэк, если тебе вдруг в личку приходит какой-нибудь художник, одинокий, начинающий, но очень перспективный? Нет, я фидбэки не делаю. Я могу сделать один фидбэк, вот на работу, которую прислали, но чаще всего говорю, что я этим не занимаюсь. Я этим не занимаюсь. То есть я в этом отношении, я не вру. Ха-ха-ха-ха. А почему? Ну, я в какой-то момент понял, что это очень много времени не занимает. То есть один раз ответил, два раза ответил, потом начинают присылать, ну, так более-менее регулярно. Один-два человека, четыре человека набираются, и все, и ты уже можешь сидеть несколько часов, просто пытаясь объяснить человеку, как-то подобрать там, не знаю, интересные эти, то, что можно было бы показать, не знаю, какие-то уроки на Ютюбе, например. А, кстати, вместо того, чтобы идти ко мне за фидбэками, можете посмотреть работы, не работа, а мастер-класс Александра Рыжкина. Вот там, в принципе, есть все, 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 что нужно знать. По анатомии. И либо поискать уроки академического рисунка, там можно узнать все правила, которые нужны. Как это можно в любой ВУЗ прийти? Ну, не совсем. ВУЗИ там все-таки начинают не просто этим правилам-то учить, они учат еще и набивают руку. И это, кстати, там, наверное, большой минус, что потом люди долго отвыкают от этого. А если на Ютюбе смотришь, то там можно узнать правила, и уже по этим правилам как-то там развиваться. Ну, тут, правда, другой минус, что тебе никто не скажет, нормально ли ты это развиваешь. Так что приходится терпеть. Не терпеть, а как-то справляться с этим. Ну, вообще, да. Вообще, да, то если вы хотите профессионально заняться, то не самая плохая идея подправиться в ВУЗ. Ну, можно даже не ВУЗ, а на какие-нибудь подготовительные курсы при ВУЗе, либо во многих ВУЗах есть, в принципе, такие академические штуки. Ну, да, да, да. Ну, да, да, опять же, ВУЗ, к нему нужно быть очень придирчивым, потому что сейчас, конечно, высшее образование, оно переживает не лучшие времена. Наверное, только какие-то флагманские прям заведения типа Строгановки той же. Черт его знает. У меня не очень удачный опыт был, поэтому я ничего не могу сказать. Мне на самом деле интересно поймать какого-нибудь художника с академическим образованием, у которого был удачный опыт. Но эта тема про высшее образование в CG, она вечная. Она просто как вечный двигатель. Там, сразу делится. Обычно люди... Кстати, а кто есть с высшим образованием и в CG? Это вопрос. А, честно говоря, не знаю даже. На самом деле делится на два лагеря, как правило. Первый лагерь такой, нет, высшее образование обязательно нужно, иначе вас в Blizzard позовут, и вы не сможете уехать. А другой говорит, да кому оно нужно, это образование ваше, я и сам могу по урокам на ютубочке научиться. Вот. А пишет, что, кстати, Хиллштерн, который у нас на следующем стриме с высшим художественным образованием. Ну, приходите к нам 13-го числа на стрим, сами спросите. Если у него высшее художественное образование, как оно и помогло. Вопрос по тому, что сейчас происходит на экране. Ты уже начал делать тени, но при этом у тебя нет какой-то общей даже атмосферы, общего колорита. Как ты с этим работаешь, собственно? У тебя в голове какая-то картинка? Или палитра, может быть? Да, сейчас я как раз набираю те тени, которые точно будут. Которые, ну, прям, уже точно до самого конца не изменятся, их надо будет только проработать. А по поводу всего остального, я уже буду дальше, короче, заботиться об этом. Так, ребята пишут про всяких флагманов в индустрии, типа Сидвилла и Джаммы, но пишут, что вышка у них есть, но не Ахт, вышка. И Верёхин, кстати. Ещё пишут, что при переезде реально спрашивают диплом, даже если это просто какой-нибудь дизайн, дизайн даст хороший балл для визы. Ну, собственно, да, так и есть. Если кому-то интересно, вы можете посмотреть стрим на нашем же канале с Сергеем Самарским, он очень долго и упорно рассказывает о том, как он, собственно, переезжал, зачем ему приходилось высшее образование, чего ещё приходится для релокации в другую страну. Особенно по рабочему офферу. Правда, он не говорил, как это влияет на скиллуху. Блин, беда. Почему? Ну, у меня нет высшего образования, я же не закончил. У меня только средний. Так по России, чтобы передвигаться, вроде особо не надо. Ну да. Ну и для фриланса особо вообще не надо. Да, в Москву, если в оффер получишь, мне кажется, не сыграет никак твоя корочка. Или там, в Петербург. Вообще, я замечала, что у многих крутых контор у них на сайте только одно требование к соискателям, чтобы было клёвое портфолио. И всё. Ну, это вполне разумно, на мой взгляд. Чё толку-то-то, блин, зато, корочки-то есть ли у человека? Надо смотреть, умеет он или нет. По-моему, очевидно. Просит напомнить, какое у тебя образование. Я учился на графический дизайн. Так что вот. А работал, кстати, по специальности хоть раз? Нет. Эх, не пригодилось. Нет. Вообще, от слова вообще. Так. А, кстати, вот интересный вопрос. Обычно ребята, которые идут на графический дизайн, они же идут с мыслями, что, ух, сейчас меня как рисовать-то научат. Ты когда аж? Да, кстати, я так пошёл туда. Я думал, что меня там научат рисовать. Я посмотрел в программке, там был академический рисунок, живописи. Думаю, вот круто, туда пойдут. Надо было, на самом деле, подумать немного. Я отправился в другой, этот... Тут у нас есть ещё арктический университет. Не помню, не университет. По-моему, университет. Там тоже, по-моему, высшее давали. Но там был уклон именно на вот эти вот... На рисунок, на художественную часть, на художественную часть, короче. Тут у тебя братья по несчастью, графические дизайнеры по образованию. В комментариях. Так, ребята, кстати, кто с графическим дизайнером и работает художником, напишите, пожалуйста. Потому что, мне кажется, таких должно быть прямо много. Да что уж там, я сама такой человек. По той же причине. Вопрос, собственно, был в том, чтобы... Когда ты шёл на графический дизайн, ты уже узнал какие-то там программы, там, плюс-минус сумел рисовать? Или прям там... Не-не-не-не-не. Не, я рисовал у себя в тетрадке, в школьной, и всё. Вот, у меня был интерес такой. Эй, я очень плохо сдал ЕГЭ. Поэтому я подумал, блин, нам, наверное, придётся куда-то на гуманитарный идти. Вот, попалось, по-моему, не то объявление, кто-то мне, или мне кто-то сказал, или... Короче, решил, почему бы нет. Давай туда поступлю. Рисовать нравится. Вот есть эти предметы, интересующие. Айда. Так, тут на самом... Ой, как много ребят, которые закончили вышку. И пишет, кстати, товарищ есть, который пишет, что по образованию дизайнер работает концептером. Вот это, мне кажется, прям... Когда образование пригодилось. А, ну да. Ну так, смежно. А вот человек в магните работает, который на дизайнера среды учился. Эй, ну возьми себя в руки, ты учился дизайнер среды, из тебя выйдет хороший художник по окружению. Давай, давай, чего ты на стриме сидишь? Стримчики рисовательные смотришь, значит, уже рисовать можешь круче. Давай. Мы к тебе верим. Я на самом деле надеюсь всегда, что все люди, которые пишут в комментариях какие-то грустные вещи, однажды они так сильно прокачаются, что мы всех позовем на стрим. Вот. Господи, опять Сафронов. Слава. Слава, народ тебя требует опять. Господи. Мне кажется, мы будем каждый стрим звать Сафронова на стрим, пока он не согласится. А, Вячеслав Сафронов, помню. Да, да. Ну да, да. У него прикольная работа есть. Ребята, я работаю. Он не сломлен, просто вообще не сломаю. Никак его не пригласить. Вернее, пригласить-то можно, но не хочет. Да, смотрит, смотрит, смотрит. Слава, я знаю, что смотришь. Приходи на стрим. Мы все тебя очень ждем. Так. Ладно, это все, конечно, здорово, но сегодня у нас в гостях, я напоминаю, Степан Алексеев, которому мы уже задали много вопросов. В частности, вопрос по работе с захоронением вожака дворфов. Ты можешь сейчас вывести ее на монитор? Еще раз кого? Работа с захоронением вожака дворфов. Можешь вывести ее на монитор на какое-то время? Сейчас. Найду ее. Так, где же она была? Нет. Блин, не здесь. У меня тут просто по низким папкам все разложено. Я в какой-то момент перестал, короче, сохранять работу в нужную папку. Поэтому они перемешаны. Это бардак. Пока ты ее ищешь, собственно, по этой работе вопрос задал Евгений Шакшин, или Шакшин, прошу прощения, если неверно произнесла фамилию. Вопрос, собственно, в том, что несмотря на та самая... Да, Вадим. Что несмотря на мрачную тему, эта работа у тебя выглядит... Ну, Евгений считает ее самой эмоциональной. Собственно, расскажи, пожалуйста, о том, как ты ее создавал. У меня небольшая задержка. Евгений, напиши. Она это или не она. Да, возможно, Евгений. Я знаю, ты здесь. Да, это именно та работа. Расскажи, пожалуйста, как, собственно, ты ее делал, какие ты ставил для себя задачи, что вышло, что нет, и, собственно, как родилась идея такого сюжета. Верни, пусть повисит. Может быть, у тебя остались какие-то скетчи. Так, скетчи, скетчи. Были, интересно, скетчи, нет? По-моему, был какой-то начальный этап. А, нет, нет, по-моему, нет. Ничего нету. Или где-то должен быть. Так, это он. А, вот, я, кажется, вот эту работу оставлю. Изначально, по-моему, был только один товарищ. Вот этот. По-моему, когда я только начинал работу, я начал рисовать портрет. И он уже, походу, как-то так преобразовался, что я решил сделать персонажа из старых... Ну, связать со старой работой. Потом продумал место, где он сидит. Почему он там сидит? И уже начал добавлять... Ой, елки-палки. Остальных товарищей. По-моему, вот эти были. По-моему, изначально это была идея никак не связана с тем, с тем, что они там кого-то хоронят. Изначально была, что они должны то ли исследования, то ли вышли на поверхность исследовать, то ли они идут в какой-то там, старые... старые шахты, как они, исследовать. И уже потом я решил, на кой черт туда вообще направляться? Ну, там, в поисках приключений? Или этот... И вот уже тогда появилась идея вот этого товарища сюда добавить. Он говорит, не последний вариант, вот последний вариант был. Ну, я решил, что в этой части не хватает чего-то. И добавил персонажей последнего. придумал ему роль. Постарался и... как сказать, техническими всякими способами ее хоть как-то выразить. и... в общем, так и завершил. Что там еще было? А по поводу этой работы ничего. Просто было интересно послушать, как ты ее создавал. А-а... Блин, я уже сейчас не вспомню, там, какие-то еще детали были. Пишут, что крутаны нарушают правила. То есть... Ну, обычно же есть такое мнение, что должна работа вестись сразу цельно. То есть не от конкретного персонажа, а сразу набросал композицию, потом там тонально обозначил как цветовые варианты и целиком сразу все рисуешь. А-а-а... Не, у меня часто такое бывает. Я начинаю какой-то рисунок и уже потом... Ну, как с последней сельфийкой там было в броне. Вот тоже самое примерно там получилось. Просто идея приходит уже... где-то в процессе уже или там уже после. И она там как-то как-то захватывает внимание, кажется, интересной. Ее хочется воплотить. А по поводу цельной и... так, чтобы и с самого начала до конца доводил это была вот эта вот сцена с дракой. Ну, на которую больше 100 часов ушло. И как тебе больше понравилось? Че-то, че-то я знаю даже. В общем-то, и так и так интересно рисовать. Какой-то плюс от того, что у тебя в целом уже есть готовое композиционное решение, которое нужно только уточнить? Или то, что ты в процессе добавляешь детали и делает процесс намного более интересным? Вообще-то, наверное, второй вариант интересней. потому что там есть поле для... для какого-то вариативности. Есть проблема вот с первым вариантом в том, что когда я ее уже полностью продумал и остается только рендер, это может стать рутиной. блин, может, я поэтому ее так хреново сделал? Мне просто надоело, в конце концов. Ну, вот в этом разница. Но все равно интересно, и то, и другой способ. Просто, первый-то способ, он, блин, в конце концов, сэкономит время. Вторым можно только для работы для себя делать, если... А, собственно, вопрос по поводу того, как... По поводу работ, которые ты делал для Games Workshop. Ты уже сказал чуть раньше про них. И, наверное, вопрос будет общий. Ты сказал, что тебе они не очень нравятся, вот, и, в принципе, ты ими не особо гордишься. Много ли у тебя, в принципе, таких работ, которые так и остались лежать в столе? И сразу же, вдогонку к этому вопрос, как долго ты, наверное, рисовал стол, пока не понял, что, блин, вообще-то неплохо, вообще-то можно и выкладывать. Я, по-моему, почти сразу начал выкладывать. У меня не только работают три или четыре самые первые... Нет, вообще-то нет, вру. Первые, самые первые работы, которые я только пробовал, что такое планшет, что, как с этим работать можно, вот их я не выкладывал. А вообще, она... страницы ВКонтакте у меня с самого начала вот то, что я рисовал. В десятом году я начал выкладывать. Их я рисовал, скорее всего, в девятом году. И вот там можно проследить, с чего я начал и к чему пришел. По-моему, есть еще работы на render.ru. там прям совсем старые работы есть. И, по-моему, даже тех, которых нет на странице ВКонтакте. Но не могу сказать точно. А касательно... Вот тебе просят передать, что твои работы все равно для Вархаммера крутые. Спасибо. Ты, что человек их видел, просто хочет в качестве посмотреть. Нет. Ну, я даже кису не пришла поддерживать. Правда, я так и не поняла, поддерживать ли она, что работы крутые или что? Если работа тебе не нравится, то можно ее и не выкладывать. Можно и не выкладывать. По-моему, она про выкладку говорит. Я так и сделаю. Ты так уже и сделал. Ну, да? Ты так уже выложил. Так уже и не выложил. Так. Я смотрю сейчас чатик. Что пишут чатики? О, господи, вопрос про... Я зачитаю это в эфире, что пользователь Нирен, наверное, правильно произнесла ник, пишет, что самый лучший способ рисования мышкой это купить с ее помощью планшет в интернет-магазине. Браво! Тут просто был вопрос про рисование мышкой. Так. Пишет человек, что через пару лет хочет к нам на стрим. Давай, качайся. А пишет еще, что тебя учил крутой живописец Корякин. Да. Было такое. Притянул... Как сказать? Ну, живописец, да, крутой. Но учил так, что я начал понимать его только на третьем курсе. Тут больше, конечно, проблема в том, что я сам дурак был. Но и, честно говоря, да, это большой минус был, потому что он... Ну, он рассказывал, что нужно делать. Ну, мало объяснял, для чего. Там, грубо говоря, он понимал, рисуем сферу. Он говорит, рисуем сферу. Ну, Надо. Вот что-то типа такого. Но он объяснял, да. Если уж как-то какая-то отдача была, да, он объяснял это. На третьем курсе это началось. Так, здесь, господи, как много к нам собирается народ на стрим. Да, к нам на стрим попасть очень просто. Становишься крутым, я пишу тебе приветик и приглашаю тебя на стрим. Вот. Тут никаких подводных камней, все очень просто. Так, а здесь спрашивают, не хочешь ли ты, не было ли у тебя когда-нибудь безмыслен сделать свой артбук, потому что все-таки работа у тебя, ну, достаточно такие в цельной стилистике, схожая по тематике. Не было ли когда-нибудь мысли сделать какую-нибудь печатную книжечку? Так, когда-нибудь была, но пока я этим заниматься не хочу. Честно, я даже не знаю, почему. Верстку вроде, знаю. Собрать материал есть с чего. Ну, не знаю, пока в планах нету, короче. Ничего обещать, ничего не стану. Но, наверное, когда они появятся, да. касательно вопросов по поводу того, как попасть к нам в стрим, это вопрос к тебе. А как понять, что ты крутой? О, блин. Это сложный вопрос, на самом деле. Есть такой момент, ты когда продвигаешься по, так сказать, лестнице навыков, тебе открывается новый горизонт, ты понимаешь, что ты еще до хрена не умеешь. Блин, наверное, вот в осени, если рисуешь, выкладываешь работу на аэртстейшн, и осенью тебе начинает падать предложение по работе, то, наверное, да, можно считать, что ты, вроде бы, как состоявшийся специалист. Кстати, по поводу, по поводу аэртстейшн, здесь спрашивают, есть ли смысл выкладывать, выкладываться где-то кроме аэртстейшна или инстаграма? То есть, как себя художников продвигать? Как тебе вообще дела с продвижением себя как бренда? У меня никак. Я выкладываю себя в ВКонтакте и на странице аэртстейшн все. Твиттер, тумблер, и что там еще было? Вот этого ничего нет, короче. Не то, чтобы я против всего этого, не, не. Просто как-то не получилось сажать, шагать со временем, наверное. Вот и все. Ну, блин, соцсети, какие еще есть варианты? Ну, вообще, есть еще такая тема, как участие в конкурсах, обычно участие в конкурсах, оно, ну, дает людям про тебя узнать. У тебя был такой опыт участия? Не, я участвовал в конкурсах тогда, когда я еще мало чего умел, поэтому мне это ничего не дало. По поводу конкурса, кстати, пишут, что у тебя была работа на конкурс от Render.ru про брата и сестру гладиаторов. Ну да. Ну и, собственно, было несколько комментариев в процессе стрима, чтобы ты рассказал немного об этой работе, собственно, про сюжет, про то, какие стоят задачи и все такое. Да, есть ли смысл тебя отправлять в твои папочки за этой работой, чтобы вывести ее на монитор? Блин, я, по-моему, когда-то о ней уже рассказал. Ну, ладно, повторю. Сейчас поищу. Блин, даже не знаю. Где же они были-то? Пока ты ищешь, тут Анна Кумер спрашивает, Крутан, сколько тысяч лайков на Rstation? Могу ответить, что тысяча лайков не определяется, потому что есть совершенно крутейший ребят, какой-нибудь там Пол Ричардс, у которого на Rstation не так много фолловеров, но при этом это считается прям такой флагман дизайна современного игрового. Так, что еще пишет по поводу Крутунов? Можно ли пропустить пункт со стримом и просто получить приветик? Да получай, привет! Что-то не могу найти ее. Она у тебя нигде не выложена. А, точно. О, почему я здесь? Не туда ткнул просто. Так. И сейчас спрашивают, почему... Ну, ждем пока задержку. Пока ждем, спрашивают, почему именно осенью тебе падают предложения о работе? А, они... Как бы компания Новый Эдот начинает новый сезон. По крайней мере, я так думаю, у них летом вот отпускаю и с осенью начинает набор. У меня последние сколько... Ну, последние годы так и получается в осенье большинство предложений, которые есть, которые приходят, они приходят очень... Да, это та работа. Расскажи, пожалуйста, не чуть поподробнее про сюжет, про задачи. Что получилось, что не получилось и вот как ты на нее смотришь спустя какое-то количество лет. Блин, вспомнить бы или на ходу придумать. Задача была нарисовать двух гладиаторов, по-моему, связанных в цепи. Я, правда, тут цепь ее вообще в дальний план увел. Вот она. Или как-то с собой связанных необязательная цепь была. Ну, короче, как-то связанных. По-моему, изначально я придумал типажи сначала. Были скетчи... По-моему, даже... А, я же не смог папку найти. Блин. Короче, были скетчи отдельных лиц, потом в цвете я нарисовал фигуры, и потом уже собирал композицию. То есть, изначально я придумал персонажа, потом начал собирать композицию. Придумывал сюжет, что выход на арену. Попытался связать персонажей в какую-то историю. Если присмотреться, вот этот кастет, он совпадает со следами на лице вот этого товарища. Так, что же я там какие-то задачи доставил? По-моему, я здесь рисовал без задачного обучения. То есть, просто то, что умел, то и делал. Дизайн доспехов я искал гладиаторские, посмотрел, что у них было. по-моему, вся, если правильно помню, блин, вся кираса это был элемент шлема. Там на нем была не то защелка, не то скоба, которая открывала, закрывала, забрала, что ли. Я ее просто увеличил и сделал из нее кирасу. Выбрал стиль боя, показал, как примерно они должны драться. тут человек рукопашную дерется, соответственно, следы, то, что он часто в ближнем бою и его достают. И женщина, что она чуть-чуть получше снаряжена, нет, что нет. Но у нее оружие есть. Попытался передать характер, вот, татуировки добавил, дерзкие, дерзкие прически сделал, рожа наглые. Что еще, что еще? А, попытался использовать теплыми сделал, а фон холодный. Я хотел выделить так, чтобы совсем ярко, совсем отчетливо выходили на первый план. Не очень хорошая идея оказалась. А так я оставил. Что еще было, что еще было. А здесь, кстати, спрашивают, как ты выводил их на передний план? То есть, ты через нормал делаешь, через какие-то коррекционные слои? нет, я сделал их теплыми, начал делать теплым же фон, но там, в процессе, как будто, видите, он детальный, этот товарищ тоже довольно-таки детальный, и они тоже близко к зрителю, и я решил, что их надо увести. в какой-то момент решил, что их просто сделать холодным, а этих оставить в теплых тонах. Может быть, кстати, я вообще не доделал работу. Тут должен был быть солнечный луч, или я решил, что это слишком будет, и оставил так. Вот тут и могу ошибаться, конечно, это тоже, возможно, я придумал, просто память заполняя. Нет, есть одна прикольная деталь, я ему элемент доспеха, в элементах доспеха вписал сцену из Бешеных Псов, там, где полицейскому ухо отрезать. Это, кстати, прикольный способ не потерять интерес к рисованию, то есть процесса, если он занимает огромное количество времени, ты придумаешь какую-то там такую пасхалку, короче, вписываешь ее. Вроде все, больше ничего не могу вспомнить. Да, ее отметили, кстати, за Бешеных Псов отметили, что на броне есть эта отсылка. я на каком-то лекции по-моему уже рассказывал о ней. Это поэтому я вначале колебался, когда ее только упомянули. Думал, может отправить запись смотреть, потом подумать, почему нет, укипалки у него будет. Так, здесь спрашивают, господи, я не знаю, как ты будешь на это отвечать, но вопрос звучит следующим образом. Поделись мудростью, самые темные, самые светлые дни в профессии и опыт преодоления этих событий. О, блин. Я, наверное, до этого момента не думал об этом, поэтому не могу сказать ничего толка. Самые темные, самые темные. Да можно просто отвлечься, наверное, в самые темные моменты профессии. Просто отвлечься пойти, не знаю, погулять недельку, две, три. Как-то отстраниться от этих мыслей и потом уже вернуться к свежими мыслями. Почти всегда помогает. Самые светлые. Наверное, самый светлый это момент, когда только-только закончил работу. Есть такой момент эйфории. Наконец-то. А, что тут справляться? Тут справляться ничего. Закончил хорошо. А помнишь ли ты, Степа, как ты поставил лайк модельки по вот этой девушке с картины с гладиаторами? Да, по-моему, помню. Я только не помню, кто ее делал. Ее делал Савва Балаев, он пришел в комментарий, напомню тебя запомнила. Ну, там была эта схожесть. Так, дальше спрашивают, есть ли смысл художника убрать псевдоним или лучше ник это все-таки свое имя? Мне кажется, можно использовать то и другое. То есть, если хочется, то почему бы нет? Но профессионально, если, скажем, в портфолио, лучше имя использовать. Если там социальная сеть, то, наверное, почему бы и поэтому не псевдоним. Возвращаясь к вопросу о теме работ. Был ли у тебя когда-нибудь желание нарисовать работу, которая пугала бы своей натуральностью? Типа действия насилия или какие-то последствия? Потому что в Кровавом Меридиане, о котором шла речь чуть-чуть раньше, много достаточно жестоких сцен. Ну, там было описание нападения Каманчи. Вот я его очень хотел изобразить. Потому что такое яркое впечатление, говорю, описание было, что оно как будто вживую видишь. И да, это довольно жестокая сцена была. Честно говоря, не знаю, я не могу сказать, что я рисую жестокость ради жестокости. А по поводу последствий, у меня есть портрет девушки, у которой можно сказать посттравматический синдром. Я, возможно, даже найду его сейчас. почему-то когда про последствия ты сказал, мне вспомнил твоя работа, где стоит какой-то персонаж с расщепленной рукой на переднем плане. Он вроде как король или что-то? Нет, это вставший покойник. Там идея была такая, что они сначала кого-то убили, а он взял и встал. Его начали рубить. Ну, естественно, раз он покойник, то ему все по барабану. Потом разрубили руку, и он выронил оружие. И вот он смотрит на одного из персонажей, как будто вот и все. Типа я тебя заметил, теперь ты будешь следующим. И вот у них вся реакция такая, что они столкнулись с закрытым помещением в довольно таки стрессовых условиях. Идея была такая, не знаю, или не удалось передать. Я читаю пока просто комментарии. Чего пишет еще? Пишет что сцена, про которую ты говоришь, видимо сцена, где убивают детей, и в книге она достаточно хардовая. В сцене, где убивают детей? Блин, подожди, нет. Ну, это видимо нападение вот этих Каманчо. Нет, был, нет, там они напали на отряд солдат, так что никаких детей не было. там были описания страшные, но я честно говоря, даже не помню, где там это было. Там были сцены описания нападения этих вообще рассказ о этих охотниках на скальпы. По-моему, середина 19 века. и они было описание нападения на лагерь каких-то не Пукваль, Каманчи, что ли? Или каких-то мирных индейцев? Ну, короче, на каких-то индейцев. Они напали на лагерь, в котором было то ли тысячи человек, то ли сколько-то из группы из не то 19, не то 29 человек, там перебили кучу народа, короче. Да, это тоже было такое впечатляющее описание. Но нет, мне там были больше интересны были именно характер персонажа. То есть вот эта сцена нападения Каманчи, плюс моменты, когда они чем вообще кстати книга-то хороша, там моменты жестокости это не самое главное. Моменты жестокости это что-то вроде пика сюжетного, заполнены пики-пики между ними описаниями их похода, где они проходят. И вот это описание оно очень художественно, прям там очень красиво написано. И в эти же ну там какие-то бытовые сцены короче есть как Тотар как рассказали ну рассказывает один из них как они встретили там одного из персонажей главных или что-то там у них в лагере произошло у них как человека ранили у него стрела в ноге торчала короче и как ее вытаскивали ну такие моменты и в эти же моменты раскрываются характеры персонажей то есть там можно сочетать можно легко представить себе и это будет интересный человек ну по крайней менее мне так кажется я отвлекся от поисков я думаю тебя сейчас будет часто отвлекать потому что вопросов ну действительно очень много и я так понимаю что этого стрима действительно давно ждали так пока ты еще спрашивают сколько времени у тебя ушло на работу вот как раз где у тебя вот это а ну ты отвечал 100 часов я так понимаю что это масштабное сражение рогатых ребят и рыцарь в красном это же работа о которой мы говорили чуть раньше да в общем ребята 100 часов не могу назвать точное число но около 100 может меньше может больше а как ты вообще время считаешь у тебя какая-то программа стоит приблизительно приблизительно так можно ли получить фидбэк нет отвечали что нельзя фидбэк Степа не дает книга называется кровавый меридиан вот работа с последствий появилась да да появилась как то есть если как сказать если в сцене иллюстрации есть жестокость то это не жестокость ради жестокости изображается а все-таки я пытаюсь ну какую-то историю короче Другое дело, конечно, не всегда это получается, но... А кроме «Кровавого меридиана» есть у тебя какие-то книги, которые поразили тебя настолько, что тебе хотелось бы их проиллюстрировать? Сто лет одиночества, наверное, но там настолько сумбурно, что я даже не знаю, набраться даже не стану. Что еще? Некоторые книги Стругацких, «Братьев Стругацких», «Пикник на обочине», например, Что еще? Что-то не могу пока вспомнить. Ну что, те работы, которые прям хотелось бы проиллюстрировать. Нет. Вроде все. Так, читаю комментарии, пока вроде тишина пишет, что Стругацкий топ. И мы, кстати, уже сидим почти два с половиной часа. Вот. Да, я думаю, что... Я хотя бы грубо схематично перейду к свету тогда. Ну, ты вроде перешел. Нет, к свету, в смысле, к освещению. А, освещению, господи. Так. А по поводу... Господи, ты чуть раньше по стриму сказал, что тебе не было бы интересно рисовать бытовые сцены. Но разве вот этот момент посттравматического синдрома девушки, который ты сейчас показал, разве это не та бытовая сцена, которая уже совсем не про войну? Ну, совсем не про, скажем так, активную битву? Нет, я имел в виду не бытовые смысли современные. Ну, то есть, поседневные сцены. Люди сидят на скамеечке, вот эти вот все. Это все-таки, как в Средневековье, какой-то сеттинг. Спрашивают, кто у тебя любимые седжошники? Ммм... Очень нравится работал Якуб Рыбалка. Или Рыбалка. У него очень интересная работа с цветом. Он как-то подбирает сочетание цвета так, чтобы формы считает. И, в принципе, общая сцена видна. У меня, из-за того, что у меня проблемы были, естественно, я, например, такими вещами не могу заниматься. У меня получается каша. Кто еще... О, блин... О, нравятся работы... Ёлки-палки забыл, как зовут. У него была работа смотрящей. У него было несколько работ... Там, что-то, мать-зем... Не мать-земля... Российский ЦГ художник. Э-э... Ребята, если кто-нибудь вспомнил, помогайте. Так, кого еще могу вспомнить? А, нравится этот... Ивин Амундсон. Ой, да, клевая дядька. У него прикольная работа с пластикой. Ну, да, мне очень нравится, как он это делает. Он как бы... Хорошо собирает сцену цветом. Э-э-э... Интересно смотреть, короче. Так, кто еще? Чё-то не могу пока вспомнить. Ну, если вспомнить, скажу. На самом деле удивительно, потому что Яко Прибелко, который ты его назвал... Э-э-э... Он же делает вещи совершенно не похожие на то, что делаешь ты. А, ну, у него есть навык, которым... Я знаю, что у меня нет. Я, в принципе... Ну, как бы я... Как и любым мастерством, мне кажется, это интересно. А есть... Есть ли какие-то художники из... Ну, ребят тоже Сорсейшн, современных Сиджишников, которые... Ну, не то, что даже Ребелко, а вот что-то совсем-совсем отличное от того, что ты делаешь... И которые тебе показались бы интересными. Ну, то есть, ты бы не хотел рисовать сам что-то подобное, но тебе просто не нравится, и ты не можешь объяснить почему. А, ну-ка, к примеру, тот же Сталинхак. А ты... А ты... А ты... Гайланды? Гайлайн. Гайлайн, угу. Гайлайн, угу. я не читал ее до этого. Я думаю, что прочитал. Казалось, что нет. Ну и сейчас, можно сказать, наверстую. До этого прочитал, по-моему, серию Ведьмака. Как тебе Ведьмак, кстати? Первая книга прикольно была, прям совсем интересно. Остальные там с провалами, но в целом тоже интересно. Крутая серия, да. Мне понравилось. А в игры играл? Недавно третий прошел. Буквально недели две назад. Или полторы. Ну, короче, последние дни. И да, блин, вообще эпично. Ну, как бы слышал, когда она вышла, в 15-м году она вышла, слышал эти хорошие отзывы. Думаю, хорошая игра, видимо. А сейчас убедился сам, да, действительно хорошая. Прям действительно впечатляет. Сколько я потратил? Я сто один час потратил. Это почти как нарисовать работу. Да, в конце ноября я начал, и вот недавно закончил. Понравился мне там квест с этим красным бароном. Я не буду спойлерить. Ну, это правда. Игра, короче, давно вышла, да, но все равно, если кто-то не играл, то это не стоит спойлерить. Так что, если нравится РПГ, да, сыграйте очень круто. Там история раскрывается довольно-таки, довольно-таки интересно, да. Что ты хотела спросить? Я хотела спросить вообще, в какие игры ты играешь? То есть, сколько времени ты этому уделяешь? И вообще, есть ли у тебя такое, что ты уходишь там в игровые запои, прям скачал себе игру и пропал человек? Обычно начинается только если я купил игру, скачал ее и вот включил первый раз, вот тогда запой получается. Могу на 6-7 часов уйти. Потом нет, потом по 2-3 часа максимум сессии. В среднем час-полтора, скажем. Если сидишь, работаешь, у тебя там впереди весь день, ты сидишь 4 часа работаешь, час-два поиграл, 4 часа работаешь. Ну, так отвлекся. Ну, так примерно и проходит. А в обычной игре... Блин. Не могу сказать, что прям совсем обычный. Ну, в основном это РПГ. Ну, последний был, например, Pathfinder. Пока... Пока не пропатчили, конечно, странно все это было, но после патча, да, очень достойная игра. Ну, она, наверное, еще достойная в плане арта, потому что очень многие... Ну, русские ребята, которые, скорее всего, ты знаешь, они работали над... А, да, в курсе. Угу. Да, и там прямо рассмотришь, и он, ну, нереально крутой. Блин, там портретов мало. Ха-ха-ха. Мне странным показалось. Так почему там все... Обычно в играх такого типа там целый набор всяких разных. А тут только по классу и, по-моему, женский мужской вариант. Ну, я не играла, я видела арты, и можно посмотреть там у Валеры Вегеры, можно посмотреть у Ани Павлеевых, потом Сурков еще работал. Может обновили. Там что-то много народу. Может обновили. Может обновили набор, но тогда, когда я начинал, их было не очень много. Так, пишут в комментариях, что больше 200 человек на стриме, ну-ка, быстро лайк поставили. Да, вы можете поставить лайк и подписаться на канал, потому что стримы проходят, я напоминаю, два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям. И, собственно, вы, нажав на колокольчик, вы будете, вы узнаете раньше новых стримов, к тому же январь у нас планируется супер жаркий по гостям. Вот. Как вы, наверное, уже заметили по сегодняшнему стриму. Да, ну у нас вообще очень много в январе планируется именно таких долгожданных ребят. Так, ух, полетели лайки. Спасибо, ребята, вы вас тоже, Люга. Возвращаясь к теме игр, о чем идет, о каких играх ты можешь сказать, каких-то старых, ну, типа, может, там, муравинт какой-нибудь или что-то вроде такого. Я очень много играл в Fallout 2. Прям очень много играл. Даже слишком много. Потом моду к ним нашел и еще больше играл. Это такая игра, которая, да, чуть ли не определила вообще, чем, чем, как бы, ну, что мне интересно. Серия Icewind Duel. Обе части мне очень нравились. Правда, они мне, я их начал играть, и они мне понравились тогда, когда я их не мог пройти. Сколько мне было, уже не помню, короче. Ну, я их прошел. Не могу сказать, когда, блин. Ну, недавно, короче. Не очень давно. Что еще, что еще? Прям не древнего, хорошего. А, Джаги Толянс. Вот эта там игр в серии нравится. Нет, не серия. Вторая часть только. Не, вообще много. Чуть неохота перечислять их. Майтон Мэджик был, серия Майтон Мэджик. Вроде все. Вот стих, которые сразу вспомнились. Кстати, сказал про Майтон Мэджик, я вспомнила, что не задала от тебя вопрос. Никогда не было у тебя желание порисовать на Мэджик Дагаторин? Желание было, да. Блин, не знаю. Ну, я вроде бы как должен был контракт получить. А, ладно. Я их напишу имя. Кстати, часто ли ты пишешь ребятам, чьи проекты тебе интересны? Или тебя все время сами находят и говорят, что, типа, давай, ты нам очень нужен? Последнее время, а, нет, почему, да я никогда не писал. Не, не было такого, чтобы я писал, я хочу на вас работать. Я, наверное, первый фриланс, который был, это был на плебот. Мне просто было интересно. Мне плевать было, что там, короче, что за сетинг, что за игра. Мне было просто интересно поработать на фрилансе. Второй был Вархаммер, но тут, блин, ну, на Вархаммер надо поработать. Там в промежутках были какие-то небольшие проекты людей. По-моему, они даже, по-моему, не вышли. Штуки 3-4, наверное, каких-то иллюстраций было сторонних. Я даже не могу, но вспомнить название. Потом, значит, появился Valve. И вот час мне недавно пришло... Когда это было? Это, блин, в конце декабря. Не, в начале декабря, по-моему, мне пришло предложение от Magic the Gathering. Я сказал вам то, что сейчас пока занят, но с радостью бы с вами поработал. А они мне сказали, что когда-нибудь свяжутся. Типа, ну, мы бы хотели все равно с вами сотрудничать, там, внести в базу, что ли. Видимо, надо напомнить себе. Ну, можно сказать, что я работал на 3 большие фирмы. Вот. Почему 3-то? 2, получается. Games Workshop и Valve. А пока, в принципе, на такие фирмы-то работают, что, ну, что-то, не знаю, и куда-то стучатся. Чего долго-то? И так, в принципе, работа интересная. Возвращаясь к теме игр, считаешь ли ты себя хардкорным игроком? Играешь ли ты на максимальной сложности или просто так для расслабона? Не, не, я точно не хардкорный этот игрок. У меня, если сталкиваюсь с проблемой, что не могу дальше пройти, просто... Вот, ярче всего, это проявляется в слэшерах. Типа Dark Souls, там. Я не могу в такие игры играть. Я начинаю из себя выходить. Поэтому, нет, я ставлю нормал. Ну, или, если совсем на нормал, просто это ставлю хард. Там, это в редких случаях, да, и играю, как, короче, задумано этими разработчиками. Без всяких, короче, дополнительных усилений. А что значит дизайн Dark Souls'а? Нравится, не нравится? А я его толком и не смотрю. Я не помню, что там, ну, как бы, этот... Я, там, смотрю подборку этих артов или что-то в этом духе. Я видел в общей стилистике, в общей стилистике мне нравится. Мне больше Bloodborne понравился. Хотя я его тоже не играл, я видел только эти стримы. Летсплей, по-моему. И, блин, прям, очень-очень сильно понравился саундтрек. Так, ты чуть раньше еще рассказал, что у тебя, ну, один из проектов мечты, это, собственно, твой мультфильм, который тебе хотелось бы, может быть, когда-нибудь в прекрасном будущем сделать. Уже очень давно хочу. Да, у тебя есть какие-нибудь идеи по этому поводу? То есть, что это будет за проект? О чем он вообще? Приоткрой нам завесу тайны. Там должно быть три персонажа, и три персонажа должны характеризовать три черты человека. Их взаимодействие, и их, как сказать, психологический, что ли, рост, их изменения, их развитие, эти персонажи должно, как бы, отражать вроде взросление, что ли. Ну, я тут дальше в детали не буду вдаваться, но сюжет такой, три человека путешествуют по миру, который не сильно отличается от нашего, только он мало заселен. Он со своими странностями, со своими какими-то этими. Ну, в основном все должно происходить на фоне такого, они ходят, находят какое-то необычное место, там происходит какое-то впечатление, происходят какие-то события, и там дальше сюжет. Они из этих событий выходят, и дальше сюжет идет. Я думал сделать комикс, думал сделать, там, графическую новеллу, потом думал, может быть, короткую анимацию хотя бы сделать. Ну, у меня даже попытка одна была, если поискать на странице, там у меня есть гифка, короче, где я проверял вообще, что такое анимация. Пытался делать концепты к ним, но что-то, по-моему, далеко не зашло. И у меня все застряло на том, чтобы собрать вот эту идею, разрозненные какие-то сценки, короче, и собрать их в один общий, как сказать, в общую канву, что ли. Чтобы было начало, там, развитие, пик и конец. У меня этого нет, и я пока на этим, честно говоря, сильно-то и не работал, да. Ну, и так вот в дальней полке лежит. Окей, спрашивают, нужны ли тебе волонтеры на проект. Ну, посмотрим, посмотрим, когда я там займусь-то. Может, понадобится, потому что такие анимации, это такая штука, что самому браться надо быть каким-нибудь психом. Ну, или делать совсем уж простую, чтобы она была, передавала идеи, но, там, как сказать-то, не резала глаз, идеи передавала. Все, единственная задача. Ты, как ты писал, да и чуть раньше по стриму говорил, что, когда ты говоришь о своих вселенных, то ты черпаешь идеи апгрейда персонажей, аналогично с Disciples 2. Да. Нравится ли тебе творчество Патрика Ламберта, или Ламберта, прошу прощения, если неправильно ставлю ударение, ты главный художник серии, и вообще, как тебе визуал этой игры? Да, я когда только начал играть, тогда у меня визуал-то, конечно, впечатлил. Это еще первая часть была. У меня уже потом, конечно, как-то у меня вкусы изменились, я прохладнее стал относиться. Ну, в целом, впечатляющая серия, да, и иллюстрации там были крутые. Может, меня... Почему я как-то охладил-то? Может, потому что там была большая разница между фигурками персонажа и портретом. Не знаю. Но мне больше сама идея нравилась. То, что вот один персонаж, что-то случилось, и он набрал опыта, короче, изменился, и там вот этот рост. Здесь еще ребята пишут, что у DC выходили озвученные комиксы с минимумом анимации. Вроде только задники анимировались, подойдет ли такой формат. Ну, и в целом, догонка вопрос от меня. Возможно, тебе подойдет формат, который использовали ребята для... Ребята из Blizzard для вот этих роликов про Вестников Войны, что-то у них несколько было про Лордов Войны. Ну, вот эти вот ролики, которые рисовала Лора Ирестин там с параллаксом, с каким-то минимумом анимации. Но в целом они выглядели довольно эффектно. Ты не думал о таком формате для СВИК? Такой формат мне не подойдет, а вот именно с минимумом анимации, да, честно говоря, даже не знаю. Надо подумать, что-то знает. Нет, сейчас пока не могу сказать. Вернемся тогда немного. Хотел дополнить. Там просто большой акцент должен быть на отражении, как сказать, на изображении отношения человека к происходящему. То есть у него на лице должно что-то отражаться, или он там как-то, блин, язык тела, короче, работает. Вот на этом должен был быть большой акцент. Ну, у меня, по крайней мере, задумки. Я не знаю, это можно воплотить. В принципе, наверное, можно, если в статических, даже если. Ну, вообще, я смотрела интервью с Лорой Рёстин по поводу того, как она делала вот эти ролики про орков. В частности, про, господи, как его звали? Каргат, кажется. В общем, она, я, к сожалению, не помню их имён. Она рассказывала, что, её спросили как раз, в общем, о какой момент, вот, изработанных с этими роликами, вам запомнился больше всего. И она сказала, что там сцена заключается в том, что, в общем, товарища, его, значит, держали там как гладиатора, сказали, всех убьёшь, там один останешься и отправишься, в общем-то, на свободу. Ну, и в итоге, в процессе развития сюжета, понимается, он понимает, что никуда он не отправится, а на самом деле он отправится доживать свой век куда-нибудь там в самые глубины. И она рассказывала, что самый главный момент, который для неё был важен в этом ролике, это когда ему кидают меч, и он, глядя на этот меч, понимает, что меч это совершенно бесполезно, он там и тупой, и сломанный вообще. И, собственно, она рассказывала очень много, как она работала именно над передачей этой эмоции. То есть, в целом, она, ну, Лорелес, я имею в виду, она даёт понимание того, что формат вот этих роликов с минимумом анимации, он может сработать как передача, как что-то, выбирающее акцент на передачу именно вот эмоций отношения к миру. То есть, в принципе, и, как я понимаю, он выглядит, ну, он получается немного дешевле, чем, собственно, полноценный мультик с кучей кадров на секунду. Ну, да, возможно. Так. Блин, я, наверное, просто воспринял это как в целом. Там же был такой, ну, как это объяснить-то. Ну, в общем, многие сцены были не нарочитыми, стилистические близзарды, что ли, как-то мультипликационными, короче. Я это воспринял как общий, общий стилистический, как-то общий этот, короче. Ну, да, наверное, наверное, тоже мог бы сработать. Ну, так, к тому же это флагманский проект Близзарда, World of Warcraft. Прям квинтэссенция. И стилистики, и дизайны, и всё вообще. Не отходя от темы игр, скажи, пожалуйста, играл ли ты в Баннер-Сагу, и как тебе графическое оформление этой игры, если играл? Нет, по-моему, я не играл в них. Нет, точно не играл. А графическое, ну, нет, по графическому тоже не могу сказать. Только эти видео, по-моему, постеры. Постеры прикольные. Так, ещё несколько вопросов есть по поводу, собственно, твоего творчества. Во-первых, сколько ты рисуешь в день? Вот, сильно зависит на самом деле. Ну, в среднем. В среднем 4 часа точно есть. То есть, это может быть и вообще не рисую, там, 2-3 дня, короче. А может быть, и я засяду, и как засяду, там, часов на 10-12. Но в среднем 4 часа. По-моему, это даже необходимое условие, если вы хотите быть профессионалом, то это нужно постоянно делать. Ну, это всё-таки, да, практическая дисциплина. Ну, да. Рисуешь ли ты в скетчбуках? Или только в СиДжи? А, нет, только СиДжи. Я, блин, всё пытаюсь заставить тебя на бумаге начать рисовать, потому что это тоже, в принципе, развивает моторику, короче, и этот... Ну, как это... Учить пользоваться линией, к примеру, если рисуешь... Там, как это называется, блин... Типа гелевая ручка, только там, не гелевая ручка, там, тушь, что ли, используется, я забыл, как ручка называется. Ну, или там знак... Рапитограф, конечно. Да-да-да, рапитограф или там, карандашом. Помогает чуть лаконичнее, например, более лаконичными средствами добиваться результата. В ЦГ это, вон, смотрите, я вот вообще, блин, столько пятен наделал. На бумаге такого не сделаешь. А изначальная форма, которую я лепил, ну, на бумаге будет смотреться, ну, как... Чё, если я в цвет туда не добавлю, как-то хреново будет. Ну, или какой-то жёсткий контраст можно было бы сделать с чёрным. Короче, всё равно важный момент. Ну, пока пропускаю. Спрашивают касательно твоей уже профессиональной деятельности. Час для тебя приходят дурацкие правки, и вообще, какая правка для тебя... Ну, какой правка, ты можешь сказать, которая вот для тебя была самая смешная и самая абсурдная? Приходят правки, с которыми я не согласен. Ну, я, блин, я обычно не спорю. Собственно, человек... Люди заказывают, там тоже сидят профессионалы. Они знают, чего хотят. Поэтому приходят правки, я их делаю. А абсурдных, абсурдных не было. Честно говоря, не было, по-моему. Вот так, чтобы я прям сел и думал, блин, чё за херня. Не помню. Так. И ещё спрашивают уже безотносительно профессиональной деятельности. Что можешь сказать про вдохновение вне дома? Может быть, тебя вдохновляют какие-то выставки, поездки, беседы с интересными людьми? Что-то такое вау, что впечатлило и дало тебе там вдохновение? Может быть, ты под впечатлением от чего-то нарисовал какую-то работу? Расскажи немного об этом. Была работа, да. Сейчас покажу даже. Я сразу полезу на родстейшн, чтобы не копаться в папках. Поэтому долго не должно быть. Так-так-так, вот это вот. Вот эту работу мы ходили с товарищами в поход на несколько дней. На три дня, что ли. Или в тот раз на два дня мы ходили. Вот там было... Мы забрались на холмы. И в холмах, в падении, вот был похожий ручей. Там росли деревья, вот примерно похожим образом. Вот там такие эти были. Что-то вроде... Не пещера, как-то, не знаю. Как объяснить, короче. Такая сеть корней. Ну вот мне этот запомнилось. Я сделал персонажи. И потом вписал уже... И, кстати, очень быстро этот фон нарисовал. Потому что впечатление, наверное, было свежим. Мне хотелось его отразить. Да, вот так вот ходить куда-нибудь. Это интересно. А в основном... В основном, чё-то чё знает. В основном книги и хороший кинематограф, наверное, впечатляет больше всего. А, нет, игры тоже. А ещё, возвращаясь к теме личного проекта, пишут, что в игре Гвинта очень живая анимация карт. Да, у меня был как-то такое желание... Чё-то похожее, короче, запилить. Но она пока... Скажем так. Тоже... Тоже даль-дальний угол. Дальний, это дальний полк. Но, возможно, да, в будущем появится что-то похожее. И у нас закончились вопросы. И я думаю, что, в принципе, можем и стрим подводить к концу. Он уже идёт почти 3 часа. Ну да, наверное, можно закончить. Да, ребятам завтра на работу. Да, но ты вроде бы предупредил, что ты такой ночной житель. Ну да, блин, там, несколько недель, например, пожить в ночном режиме для меня привычно. Другое дело, сейчас у меня его нету, но нормально. Нету ночного режима или нету режима? Ночного режима нет. У меня там, как говорят, они сменяются, когда я нормально сплю, в нормальные часы, там, с 11 до 7-8, или там, с 6-7. И такие, когда я ложусь в обед, встаю в 9-8 вечера, и вот всю ночь сижу. Я на самом деле, перед стримом, ну, я Степа писала об этом, я очень переживала, что опять он будет ночью сидеть, и будет сонный голос, и нам опять в комментариях напишут, ах, опять вы поймали художника, задаете ему какие-то вопросы. Вот, ну, видимо, такого не случится. Нет, нормально. Да. Ну, тут, блин, иногда бывает так, что сидишь-сидишь, вроде нормально, потом бац, как поклонится он, и все, и не то давление падает, не то что, короче. Это просто усталость внезапно наступает, и сидишь, головой киваешь. Да, я просто думаю, что ребят, которые пишут такое в комментах, они не понимают, что я не такой большой комплект, чтобы поймать какого-нибудь художника, и заставлять его отвечать на вопросы. Вот, да. Ну, разве что силы мысли, телепатия, вот это все. Так, ну, я думаю, что мы, в принципе, можем, ну, подходить к концу, и спасибо тебе, Степа, что пришел. Спасибо, что позвали. Да, последний вопрос, последний, самый последний вопрос. По поводу, собственно, тренировки, ну, навыка рисования на бумаге. Не хотелось ли тебе когда-нибудь вписаться в челлендж типа Inktober, чтобы быстрый скетч порисовать каждый день и наработать вот этот навык? Хотелось, в этом году хотелось вписаться, но у меня работа была, поэтому я, ну, как сказать, похотел, похотел, немного и перехотелось. Вот, и теперь, ну, прямо точно все, вот. Я по традиции небольшой дайджест того, что происходит у нас в школе, а у нас, да, у нас, во-первых, ребята, мы приглашаем вас на лекции. У нас 17 января в нашем ArtSpace в Москве в 15.00 будет лекция по лукам народов мира. Собственно, эти луки их принесут, расскажут, как из них стрелять. Наверное, вы же в курсе, что это будет Саша Хитрова, который на стриме рассказывал об этом. Вот, поэтому приходите, в 3 часа будет лекция, чуть позже будет информация во всех соцсетях. У наших можно будет следить и записаться. Вот, поэтому, если кому интересна стрельба из лука, интересно, как это рисовать правильно, вот, обязательно приходите. А следующий стрим у нас будет уже 13-го числа. Как я говорил чуть раньше, у нас в гостях Хиллштерн. Я думаю, что вы её знаете, и я думаю, что вы её ждали, потому что многие у нас спрашивали, когда у нас будет. На том же самом месте. И я напоминаю, что вы были на стриме Школы Смирновску. В описании стрима есть все ссылочки на нас. Можете зайти в наши соцсети и посмотреть, чем мы занимаемся. А занимаемся мы обучением. В сфере CG у нас много курсов. В общем, пройдите по ссылочкам. Посмотрите, чего у нас интересного. Так, для того, чтобы не пропустить стримы, можно нажать на колокольчик, можно на нас подписаться. И можно поставить лайк этому стриму, если он вам понравился, потому что так мы поймём, что вам интересно с нами и что нам стоит продолжать. Вот. Поэтому, в общем, спасибо Стёпе, что пришёл, порисовал с нами. Спасибо. Вам спасибо. И, ребят, спасибо вам, что были. И на этом у нас на сегодня всё. Пока-пока и до воскресенья.